Роман «Русская монархия-2010» автор Ганова Людмила. Комментарии. Эхо Москвы. Урба, я вам назвал четырёх, а не двух. Тема. Я действительно не англичанин. Почему вы решили, что никто не знает? Вопрос. Вы пытались узнать? Вопрос. Это всё не партии, а не большие движения. Не надо покупаться на слово «фронт». Кэтган, не надо называться словом «фронт». У меня остался всего один вопрос. Что вам от меня нужно? Вопрос. Я ведь не с вами разговаривала о проблеме женщин в оппозиции. Всё, что вы говорите, для меня неинтересно. Далее. В комментариях к блог Илья Варламов фотограф «Подари себе рак». Матгет. На пачкахе печатают. Уже хорошо. Теперь надо бы на алкоголе печатать. Всё, что в организм попадает, так или иначе может причинить вред. А кое-что и причиняет. И это не обязательно алкоголь или табак. Печень природа придумала задолго до человеческого алкоголя, у которого нет на неё эксклюзивных прав. И орган такой нехилый, надо сказать. А сам алкоголь бывает разный, и порции его бывают разные. С рюмки вина за обедом польза для сердца и сосудов. С бутылки водки разом смерть. Хотя, казалось бы. Вот и думаете, что именно надо пропагандировать. Отказ вообще или злоупотребление. Молчу я скромно, потому что мне интересно, какие вы ещё аргументы приводить будете. Потому что, видимо, слабо в теме разбираетесь, даже на уровне общих знаний, потому что не стали бы давать такие однобокие оценки. Извините уж. В кавычках. И орган такой нехилый, надо сказать. Кэтган, вам просто нужно найти компетентного, в кавычках, по алкоголю собеседника. И тогда разговор пойдёт как по маслу. Вот, например, господин Венедиктов недавно приоткрыл один из многих шкафов своей винной коллекции. Так у многих слюнки потекли, в кавычках, о чём они сразу и написали. Смотрите видеоконференцию с Венедиктовым, в скобках. Я не отрицаю, в собутыльнике к вам не гожусь. Ищите на эхо, они есть. Далее. Ёжик. Повторюсь, долго ржал. В кавычках. Кэтган, уважаемый ёжик, почему свободно считать, что живёте при любом строе? Какой вам нравится? Но при чём здесь я? Вопрос. Я тоже могу жить при любом строе, какой мне нравится. Давайте не будем критиковать друг друга. Вопрос. Если бы все любили Лимонова так, как я, то от него бы уже ничего не осталось. В скобках. У меня на даче много ёжиков. Они топочут под окном, по ночам и фыркают. Приходится закатывать их в ведёрко и уносить в лес. Но они никогда не ржут. В кавычках. Что это с вами? Вопрос. Ёжик. Но они никогда не ржут. Тема. Дык, я волшебный ёжик. Скобки. Кэтган. Почему вы тогда не хотите быть волшебной лошадью? Вопрос. Ведь вы так много ржёте. Подумайте об этом. Ёжик. Почему вы тогда не хотите быть волшебной лошадью? Тема. Вопрос. Я же вас не спрашиваю, почему вы Катя пистолет, а не Сонька золотая ручка. Скобки. Кэтган. Вообще-то я револьвер. Вы хотите, чтобы я вас пристрелила? Вопрос. Пиф-паф, ой-ой-ой. Ёжик. А вам наша современность ничего не напоминает? Тема. Отвечал уже. Самодержавие. И самодержец Путин. Чтоб вы были здоровы. Три скобки. Кэтган. Самодержавие. В кавычках. Что там у вас в лесу творится? Самозванца от самодержца отличить не можете. Вопрос. Три восклицательных знака. Ёжик. Самозванца от самодержца отличить не можете. Тема. Вы это ему скажите, а то он не в курсе. Несколько скобок. Кэтган. А то он не в курсе. В кавычках. По-моему, это только вы не в курсе. Многоточие. В комментариях. Блок Илья Яшин. Политик трое на одного. Алекс Омск. Надеюсь, вас не местное ФСБ отправит. Для знакомства с оппозицией. Вопрос. Кэтган. Для знакомства с оппозицией. В кавычках. Зря надеетесь. Здесь все под присмотром. Это вы там в состоянии эйфории пребываете. А кто у вас в Омске в оппозиции? Вопрос. Это что, такая большая тайна? Вопрос. В комментариях к Блок Александр Минкин, журналист. К Грызлову попался судья философ. Комментарии. Олег 56. Катенька. По вашей логике, все изнасилованные женщины должны быть счастливы от того, что их не убили. Вопрос. И искалеченные ментами люди тоже. Вопрос. Ведь не до смерти. В кавычках. Вопрос. Кэтган. По вашей логике. В кавычках. У каждого своя логика. Хотели бы, вернули свои деньги. Детективные фильмы смотрите? Вопрос. За свои деньги сражайтесь сами, иначе у вас оставшиеся отберут. Ноготочие. Далее. Блок. Ирина Хакамада. Писатель. Общественный деятель. Телеведущая. Шепот поэта. 07.06.2010. Время 12.36. Цитата. Настроение смены эпохи. Наступило время громких шумовых эффектов. За которыми уже не слышны шепоты переживаний, чувств, поэзия. Надо сильно прислушаться, настроить ухо. Надо остановиться, забыть о текущем, попробовать услышать вселенную и шепот поэта в ней. Конец цитаты. Кэтган. Надо сильно прислушаться, настроить ухо. Тема в кавычках. Поэзия. Каждый человек – личность. Пьяный бред. В красном графине – красный цвет. Капля по капле уходит день. Настает ночь – настоящая ночь. Без звезд и смысла. Хотя смысл есть во всем. Даже в тебе. Только какой вопрос. И еще. Квадратные погоны. Войлок. Дворцовые ворота. 1881 года. Сталь тяжелого прошлого. Две тысячи ночей. Безумное средневековье. Русские палачи. Русское гробовое молчание. И еще. Твою мать. Взять и настучать. По публике экзаменующей нас. От народа требуется будущее. Бессмысленная вечность. Как злость бывает мне права. Проучить. Научить ни к чему. И кто рукава от вороты. Видел на руках. Медленно высматривать врага. Кто есть кто. И для кого. И меняться местами. Кэтган. Даю опровержение. эхо.msk.ru слэшблок слэшлимонов 686189 тире эхо Эдуард Лимонов писатель политик захапали себе всю Россию. 08.06.2010 время 23.14 Цитата Мы впервые за последние годы имеем реальный шанс вырвать себе добрый кусок свободы. Конец цитаты. Комментарии. Стибин Маку На мой взгляд это такая пиар-стратегия укрепления некого создавшегося бренда с помощью регулярно и постоянно повторяемого события чтобы быть на слуху в скобках и Триумфальная площадь служит одним из элементов этого бренда. Несогласные 31 в кавычках Триумфальная площадь власть это тоже понимает а также то что вычленением хотя бы одного элемента из связки можно ослабить весь бренд. Реальнее и легче это сделать с площадью нежели скажем с календарным числом и статьей Конституции. Кэтган Тема. Мы впервые за последние годы имеем реальный шанс вырвать себе добрый кусок свободы. Цитата. Разве таким людям как Лимонов нужна свобода? Вопрос. Они и так свободны. Им нужна власть. В чем Лимонов видит разницу между покалеченными уже людьми и теми которых он собирается снова вывести на Триумфальную. Где списки людей пострадавших? Что с ними? Вопрос. Ведь им нужна помощь в том числе и юридическая. В скобках. Помните Немцов говорил что он окажет юридическую помощь пострадавшим шахтерам а вот с эхо он почему-то исчез теперь. Почему на эхо не предоставлено слово тем участникам которые реально пострадали на Триумфальный? Вопрос. Об этом молчат все оппозиционные организаторы. Похоже им невыгодно ни Каспарову ни Немцову ни Лимонову и другим. Один Яшин счастливо сбежал каковы размеры бедствий человеческих на Триумфальный? Вопрос. Аркадий. Крови хочется Лимонову не наигрались еще большевики в 17-м году. Новые ленинцы Лимонов-Каспаров и интеллигенция революционная их поддерживает. Все очень похоже. Микселсон подчеркивание К подчеркивание К Граждане, а зачем надо проводить митинг? Вопрос. Что вы друг другу хотите такого сказать через громкоговоритель чего мы не знаем? Не лучше ли просто прийти подышать воздухом постоять и уведомлять никого не надо? Народное гуляние так сказать. АКЛЗ Тема с Лимоновым все ясно. Становится очевидным что этому лишь бы побузить и он такой же упертый как власть. То есть ничем ее не лучше и сказать ему предоставься ему такая возможность кроме Путина в отставку в кавычках нечего. Поэтому и не хочет он никакого другого места для дискуссий в кавычках кроме того которое ему не светит. На Лимонове ставим крест что скажут остальные вопрос. Окажутся такими же пустобрехами для которых форма важнее содержание вопрос. Б53 Лимонов объявляет Венедиктову войну вопрос. Чем ответит в кавычках коллабрационист ААФ вопрос тема Нео-большевик Лимонов против либерального демократа Венедиктова Каспаров Немцов Яшин Новодворская как истинные большевики должны быть с Лимоновым. Аксин 63 Лимонова необходимо судить за экстремизм Тема Лимонова необходимо большими буквами судить за изуродованные жизни молодых перспективных ребят поверивших в лимоновскую демагогию Отвратительный типчик Кэтган Отвратительный типчик в кавычках Тема Тут только выйди уже сидишь а почему Лимонова не судят непонятно с каких пор большевику Лимонову стала нужна конституция Прямо-таки пламенный борец за демократические права Как хамелеон в нужный момент меняет свою окраску Иммигрант диссидент бомж аристократ сексуальный писатель солдат политический писатель большевик национал-большевик демократ гуляющий с девочками Выбирайте кто что нравится Кроме лозунга Сталин Берия ГУЛАГ в кавычках он принялся создавать новый Россия для Лимонова в кавычках Old and wise голоса единицы тоньше писка тема цитата но если в кучу скрудились малые тире сдайся враг замри и ляг в кавычках игофил устраивают маленькую Белоруссию тема кремлевские держиморды хотели устроить маленькую КНДР на территории великого евразийского государства но ОМОНа хватило только на тримуфальную режим прогнил чем наглее и циничнее ведет себя власть тем скорее она рухнет хочется верить СМИП непонятно зачем московские власти и Кремль раздувают из мухи слона устраивают маленькую Белоруссию в центре великой европейской в кавычках столицы вопрос тема для того и делают чтобы создавалось впечатление что наша оппозиция вовсе не муха а целый слон а слона положено бояться Алекс 47 тут уже вторую неделю российское общество гудит от напряжения тема гудешь исключительно в блогах ЭМ в кавычках Ёжик гудешь исключительно в блогах ЭМ тема увы вы правы в эфире исключительно шарлатан Малахов Чумак и Кашпировский в резерве Джин подчеркивание Дес подчеркивание Энтоме Урес пафосно Сатхана главнейшими причинами гибели Византии были все-таки упадок городов ремесленного производства и торговли Оскудение крестьянства Страна переживала политическую раздробленность которая пришлась на самый критический период в ее истории Аксен 63 А вы в полемике спас в кавычках ищите вопрос тема Не получится а по существу Лимонов откровенный провокатор и просто дрянь дрянь опасная с хорошей риторикой Тайлер Дерден Гражданин Лимонов явно выдает желаемое за действительное Шум в различных интернет-тусовках поднялся изрядный но это ничтожная часть общества и насчет возрастающего количества Эдуард явно погорячился его право пусть ходит на триумфальную сколько влезет только молодняк нечего втягивать пусть лучше вспомнит сколько членов НБП под воздействием его пропаганды срока получили Тайлер Дерден Далее Я имел ввиду именно солидарность именно они маргиналы у оппозиции в целом при правильном подходе нормальные перспективы а с молодежью надо работать и разговаривать а не подначивать на штурмы министерств и приемных и не подставлять их головы под омоновские дубинки НАУ Почему члены солидарности маргиналы вопрос Кто такой маргинал вопрос О чем надо разговаривать с молодежью вопрос Тайлер Дерден Маргинальная группа людей тире группа отвергающая определенные ценности и традиции той культуры в которой эта группа находится и утверждающая свою собственную систему норм и ценностей взятые из Википедии и с учетом последующего текста статьи вполне подходит для солидарности разговаривать с остальными не хотим потому что они соглашатели зомбированные путиноиды и так далее будем выходить на триумфальную получать людей от ОМОНа и потом будем гордиться собой ничего не изменив сегодняшней ситуации разговаривать надо не только с молодежью просто молодые более подвержены радикальным идеям надо их убеждать что они граждане а какой-нибудь офисный планктон что можно срубить благ участвуя в нашистских тусовках или селигерах но не стать полноценным гражданином можно не лезть в общественную жизнь когда прижимают твоего соседа но когда прижмут тебя то сосед тоже не пошевелится но прежде всего оппозиция должна конкретным трудом показать что они делают сейчас что они собираются вместе со всеми гражданами делать в будущем а то устроили какой-то орден меченосцев прям как новодворская которая жаждет стоять под своим флажком на холме лет пять и ждать когда грубый глупый российский народ поумнеет ежик откровенный провокатор и просто дрянь дрянь опасная с хорошей риторикой тема тут одна художница есть салтая безумно влюблена в лимонова но безответно поносит его на чем свет стоит что-то мне это напоминает многоточие удачи вам несколько скобок кат ган ежик безумно защищающий лимонова увы успокойтесь не симпатичен мне лимонов не ревнуйте вас с лимоновым несомненно впереди ожидает счастье поэзия революционер революционер держит в штанах револьвер взял на прицел меня но мое сердце броня многоточие холоден лед горе как мед солнце над нами и весь вместе с нами революционер 2 х кулак гашиш бриллиантовая личность под голубой звездой в замашке на античность не мои губы шепчут какая ночь пустая умчались звезд надежды как тучи среди мая поэзия Кэтган далее в комментариях блог Альбина Коновалова участница марша несогласных в Москве за что задержали мою дочь вопрос Урба а я с вами и не заговаривал тема я вас поправил вы проблему ищите не там Кэтган не стоит меня поправлять когда самому сказать нечего в комментариях блог Илья Варламов фотограф подари себе рак Матгет мне не нужно я и так про это знаю не переводите стрелку я вам сказал что вы судя по вашим репликам плохо понимаете в медицинских свойствах алкоголя и не знаете результатов различных исследований только и всего это не значит что мне надо с кем-то об этом поговорить просто ваша категоричность несколько несколько не к месту потому что далека от реальности ваше мнение понятно теперь что касается меня я не пью вообще и никогда не пил в частности в собутыльнике не гожусь никому хотя и без алкоголя вижу мир в радужных красках и мне не надо раскрепощаться спиртосодержащими напитками написано спиртособеджащими напитками коллекция Венедиктова меня вообще не волнует ровно как и любые алкогольные напитки из любых ценовых диапазонов потому что я считаю их мерзкой на вкус и запах дрянью и предвосхищая ваш вопрос я никак не связан с алкогольным бизнесом катган цитата чашу вина игр Ах, кому нельзя? Вопрос. Или вы как Фетт? Вопрос. Тема. Ах, Кушнер. Кэдган. Границы между нациями и государствами все равно когда-нибудь исчезнут. Леолаз. Наверняка. Я думаю, где-то к следующей пятнице, часа в четыре. Кэдган. Я думаю, где-то к следующей пятнице, часа в четыре. Цитата. Тема. Не торопитесь так. Много восклицательных знаков. Цитата. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Владимир Высоцкий. И еще цитата. Свобода это то, что у тебя внутри. Шнур. В комментариях Блок Александр Минкин, журналист. Грызлову попался судья-философ. Олег, 56. За свои деньги сражайтесь. В кавычках. Как Ходор? Вопрос. Кэдган. Нет, умнее надо. Ходорковского сгубила жадность. Надо вовремя делиться. В скобках. Зачем ему так много миллиардов? Вопрос. Москва погрязла. В грязных бомжовых вокзалах нет приютов для бездомных, попавших в беду. Некоторые даже до дома доехать не могут. Денег нет или обокрали. А в Новосибирске я видела лежащего, замерзшего человека и мимо шел народ, не обращая на него внимания. А у нас в городе морозы тоже бывают. А все теплотрасы и входы и лазейки в подвалы заварили. А мы говорим о цивилизованном обществе. Народ поэтому и Ходорковского не может пожалеть. И вопросы эти оппозицию никогда не волновали и не будут волновать. Далее. В комментариях к блог Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, телеведущая. Шепот поэта. Био Джей. Тема Кэтган. Это только я один не понял сие выступление. Вопрос. Барышня, вы опубликуйте опровержение. Только как-нибудь попонятнее. Я стихоплетства не понимаю. Посему и не перевариваю. Две скобки. С уважением, Евгений. Кэтган. Это только я один не понял сие выступление. Цитата. Я вам этого и не писала. И объяснять тоже не собираюсь. Многоточие. Эдуард Лимонов. Писатель-политик. Однажды в новогодний вечер. Русский бородатый мужичок. Многоточие. 09.06.2010. Время 18.35. Цитата. Два года лагерей строгого режима дали русскому бородатому мужичку по фамилии Мохнаткин. Только что. Конец цитаты. Еще цитата. Под машину полицейского государства попал русский бородатый мужичок. Случайно в новогодний вечер с продуктами для новогоднего стола. Очевидцы его задержания утверждают, что он заступился за женщину, которую волокли в автозак омоновцы. Конец цитаты. Дальше. Комментарии. К-Т-И-Г-Б-И-Г-У-Х-Ф-Л-Т-В. Где-то так. Эдуард Вениаминович. Прекращайте ваши души излияния. Первый тайм вы проиграли. У вас была топорная стратегия, которая доказала одно. Поротые, в кавычках, ОМОНом, спины ваших, в кавычках, холопов. Вам важнее конституции и демократии. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вот все. Вот вы ее и пожали. Восклицательный знак. Арп. Пипец какой-то. Ну, заступитесь за него. Он заступился за вашу женщину. Кэтган. Что он заступился за женщину, которую волокли в автозак омоновцы? Цитата. Тема. А почему Лимонов, Немцов, Каспаров не заступились за эту женщину? Вопрос. Где они были? Вопрос. Где они сейчас? Вопрос. Валекса 50. А я-то думал, что в тактику борьбы на Триумфальной пора включать силовое сопротивление. По крайней мере, необходимо бороться с теми, кто винтит в кавычках жертву, набрасывается всем, вдруг и не позволить осуществить задержание. Набрасывается всем, вдруг и не позволить осуществить задержание. Горько наблюдать на многочисленных видео, что такие попытки идут исключительно от женщин. Нашелся один мужик на всю страну, и вот, пожалуйста, срок. Хэтган. Не менее удивительно видеть, как почтительно, почти как в кресле несут милиционеры Лимонова в автозак. Уж с этого и волосинка не упадет. И вообще, в этих общественных объединениях ни разу никто их мужчин не заступился за женщин. На роликах видно. И вообще, в этих общественных объединениях ни разу никто из мужчин не заступился за женщин. На роликах видно. Далее. В комментариях к блог Эдуард Лимонов, писатель-политик. Однажды в новогодний вечер русский бородатый мужичок. Простак. А почему, бляндиночка, в кавычках, что уже повязаны были? А потому, да. На тех маршах, в кавычках, сперва Лимонова и Каспарова, винтили, в кавычках, маршах тоже, в кавычках, мы уже потом расслабляющие, в кавычках, огребали. Мне, например, повезло, в кавычках, когда попытался девушке, которую два марсианина, в кавычках, по центру каждой ногами топтали, помочь. Так только по почкам и по репе схлопотал. Не захотели, видно, старика в автозаке воспитывать, в кавычках. Кэтган. А потому, бля, в кавычках, многоточие, тема. Умри, бля, за женщину, но не веди себя так паскудно. И не заступайся за того, с головы которого не упало ни волосиночки. Ведь это только тактика, а если старички не умеют драться, нечего подставлять других. Многоточие. Простак. Пить надо меньше, особенно бляндинкам, тема. Они, по слухам, и тверезы, и умом не блещут. Далее. Кэтган. Тверезы умом не блещут. В кавычках, тема. Умом ты можешь не блеснуть, но сапогом блеснуть обязан. Цитата. Сколько принимаете обычно? Вопрос. Ёжик. А почему Лимонов, Немцов, Каспаров не заступились за эту женщину? Вопрос. Тема. Вы читать умеете? Вопрос. Если да, то прочтите еще раз. Если опять не поймете, обращайтесь, я вам объясню. Кэтган. А почему Лимонов, Немцов, Каспаров не заступились за эту женщину? Вопрос. Да потому что они, бля, не мужики. Многоточие. Ёжик. Это вы в тексте прочитали. Вопрос. Тема. У вас богатая фантазия. Три скобки. Кэтган. Богатая фантазия. В кавычках тема. Заступиться никогда не поздно. Нужно хотя бы сделать передачу Мохнаткину. Цитата. Конфеты, сало, вот и все дела. До пятихатку в мыло, как всегда. Конец цитаты. А юриста надо подогнать. Наверняка найдет недостающие статьи закона, чтобы освободить Мохнаткина. Мохнаткин и политика – вещи несовместимые. Вот почему-то Лимонов за тот же митинг гуляет на свободе. Ну где здесь справедливость? Вопрос. СП-51. Милая. Тут как бы кровью пахнет. Вы бы дома посидели или на санитарку учиться пошли. Уже пора самое время. Не подставляйте мужиков, не прийти на рожон, а то один защитник уже чалится. Кэтган. Не прийти на рожон. В кавычках тема. Я хочу видеть, как они сражаются за женщин. Как за родину. А потом мы в госпиталях будем рядом с ними сидеть. Так положено, так надо. Или вы потом хотите рядом с нами в госпиталях сидеть? Вопрос. Извращение. Многоточие. А5. Многоточие. Дж. Волк. Ты женщина или? Вопрос. Кэтган. Цитата. Жру свободу с кровью я. Где же пуля? Что отлита для меня? Вопрос. Кавычки закрываются. Политфизик. Не свистит, трансвистит. Тема. Недавно Илью Яшина в автозак запихивали. Так головой об край двери конкретно заехали. Кровь пошла, повязку накладывали. Как раз ОМОНовцы и должны женщин защищать, а не таскать их по асфальту. Кэтган. А что хочет господин Яшин? Вопрос. Помните из песенки? В кавычках. А вчера по ушам съездили раз это к двести. Конец цитаты. Это нормально. Получить пиздюлей в нашей стране. Цитата. Давай джазу, давай газу, жми до отказу. Конец цитаты. На крыльях судьбы. Ленинград. Шнур. Словак. Онощенко. Мохнаткину респект. Тема. Нормальный пост Элимонова о судьбе обычного человека, попавшего под раздачу. Главное, что у Элим-Эл нет обычного снобизма по отношению в кавычках к товарищу ни из какой организации. О подобном поспешили заявить. Некоторые господа из солидарности в кавычках прочитал на эхе. Шел себе человек по улице, увидел, как менты обижают женщину и без всякой политики заступился за нее. Что здесь плохого? Вопрос. Свободу человеку из народа. Кэтган. Цитата. Свободу человека из народа. Тема. А где митинг «Свободу Мохнаткину» в кавычках? Слабо москвичи. Вопрос. В конце концов, Мохнаткин пострадал из-за Лимонова, который этот митинг организовал. Так он на нас всех подобным образом наплюет. Многоточие. Один пиар и только. А где Немцов с юридической помощью Мохнаткину? Вопрос. Свободу Мохнаткину. Несколько восклицательных знаков. Как на сексуальное шоу, так всех можно вместе увидеть. А как про Мохнаткина, так все молчат. Так где революционная справедливость? Господин Лимонов. Вопрос. Пользователь «Речник». Имя Сорокин Владимир. Местонахождение. Россия-Москва. Речник. Катька, тебе нравятся тёлки с лошадиными рожами? И мне тоже. Кэтган. Тёлки с лошадиными рожами. Цитата. Тема. Далее цитата. Теннис большой. У меня всё плохо. Это хорошо. В комментариях к Бог Илья Яшин. Политик трое на одного. Алекс Омск. А кто у вас в Омске в оппозиции? Вопрос. Это что такая большая тайна? Вопрос. Тема. Небольшая. Но кое-кому это для отрабатывания серебряников. Наверное, имеется в виду отрабатывание серебряников. Всё интересно. И не думаю, что в наших оппозициях, в смысле городах, в скобках, большая разница. А Яшин-то поди нравится. Это так, к слову. Кэтган. Да не то слово. Мечта первоклассницы. Ну да, он же Яша Лексус. Девочкам такие машинки нравятся. Даже очень. Только что толку. Многоточие. Девочки не все сразу это понимают. Яша Лексус им делиться не намерен. А в Омске, значит, так всё так тихо и плохо. Вопрос. Жаль. Всё так надеются, кому-то понравится. Вопрос. А вы кому? Три вопроса. В комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Долина Свободы. Далее пишет местонахождение России Павловский посад. Петруха 53, МПА 53, собакамайл.ру, Мигаль Пётр. Тема цветы. Катя, а огоньки в кавычках по склонам цветут ещё? Вопрос. В смысле, существуют? Вопрос. Или исчезли, как майские жуки? Вопрос. Кэтган. Кэтган собакайхо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Да, мне недавно привезли букет. Я нарисовала его два раза. И майские жуки тоже ещё не исчезли. Ёжик. Ваши стихи? Вопрос. Кэтган. Тема. Ваши стихи? Вопрос. Хотите обругать, если мои? Вопросы. Язык лишь азбест. Мысль только спрут. Глаза лишь помнят горький вкус тревоги. И ничего не говорят. Суха роса, сухие наши листья. Цветы лишь сон, усталый натюрморт. И ещё. Кругом сплошные русские стаканы. Нет лиц, нет глаз и даже слов. К плечу и нет плеча. Жать руку только тем, для выгоды, которая наступит. Живые не умирают. Мёртвые заполняют всё жизненное пространство. Самое аморфное общество – сообщество членораздельных слов. Далее. Повесит на грудь ордена, у меня только матом слова. Отсижу за чужие грехи, а к нему на погон две звезды. Да повысят зарплату и чин, ну а я только стану седым. Бутырка. Далее. Почему-то Шендерович, осуждая иранский режим, молчит об угрозах исламскому миру Америки. Как будто не существует ни опыта общения Америки ни с Ираком, ни с Афганистаном. Давайте вспомним, почему американцы появились в Ираке. Вопрос. Виной оказалось бактериологическое оружие, которое там искали, но не нашли. Однако американцы оттуда не ушли до сих пор. Причиной их появления там была нефть. А из Афганистана мы ушли при Горбачеве, а американцы продолжают наращивать свое присутствие там. И вот уже американский президент Обама договаривается с нашим президентом о пролете через нашу страну в Афганистан 4500 самолетов с военным грузом. А Шендерович опять молчит. Такая вот политика у него. Ну а что же остается думать Ирану? Вопрос. Режим, как всегда, в нужную минуту, в скобках, оказывается плох. Непонятно почему. Оказывается, даже Иран должен быть без всякого оружия, хотя агрессии Америки против Афганистана и Ирака налицо. Как и оккупация их. Шендерович опять молчит. Кто будет говорить? Вопрос. Восклицательный знак. А говорит госпожа Белик из Сан-Франциско, оскорбляя лидера Ирана. Цитата. Хотя этот придурок из Ирана, с моей точки зрения, ведет себя по-хамски по отношению к России. Конец цитаты. Пытаясь нарушить дружеские отношения между Россией и Ираном. Хотя ее слова можно переадресовать к Америке. Цитата. Идите к черту, не ваше дело. Следите за собой. Понятно? Вопрос. Конец цитаты. В Америке не все так хорошо с демократией. Наша эмигрантка вынуждена выслуживаться, чтобы жить в Америке. Видно, неспокойно там. Так чем же плох режим в Иране? Вопрос. Цитата. Конец цитаты. Конец цитаты. Комментарий. Северюхин. Каждый день, неся свою службу, вы стоите на страже жизненно важных интересов. Тема. Что ж ты, друг Ситный, не говоришь тоже и о наших воинах, которые в течение 10 лет, с 1979 по 1989 годы, каждый день, цитата, каждый день, неся свою службу, вы стоите на страже жизненно важных интересов. Конец цитаты. Вопрос. Вы готовили в это время террористов для войны с нами, а сегодня защищаетесь от этих террористов. Вы погрузили весь мир во власть террора. Посеяли ветер, опожинаете бурю. Флаг вам в руки. Не копай другому яму, цивилизатор. Тедган. Тедган. Тема «друг Ситный». Неудобно слушать ложь. Родину Андерс Фогг Расмуссон надо защищать у себя на родине, а не оккупируя чужую суверенную страну Афганистан. Международное право должно запрещать такие вещи. Улучшайте жизнь своих собственных граждан, американцев. У вас дома так много бедных, обездоленных и бомжей американцев. Займитесь ими. Хватит решать мировые проблемы и под этим видом рваться к мировому господству. Джелсамина. Жизненно важных интересов стран НАТО. Три вопроса. Тема. Самый важный и самый жизненно важный интерес – это климат-катастрофа. Солдаты. Восклицательный знак. Вы зря стараетесь и рискуете. Планета гибнет от катастрофы климата и экологии. Лидники, полюсы и Мексиканский залив. Это все на совести ваших командиров. Штык в землю и социализм. Климат или капитализм. Восклицательный знак. Да здравствует мировая оранжевая социалистическая революция. Восклицательный знак. КТ-Б-У-ХФЛ-ТВ. Тема Джелсамина. Не надо истерик. Человек, да и все человечество в этом мире – маленькая букашка. Это мы себе кажемся такими могущественными. А на самом деле вопрос. При извержении только одного вулкана Кракатау в атмосферу Земли всякой гадости было выброшено столько, сколько человечеству на производство этого количества понадобится лет 500. Джелсамина. КТ-Б-У-ХФЛ-ТВ. Неуч. Тема. Речь идет о парниковых газах искусственного происхождения, а не о «всякой гадости», в кавычках, о которой вы по вашей глупости пишете. Если тают и гибнут ледники в возрасте 10 тысяч лет, это значит, что еще никогда на планете не было так жарко. Буржуины, которых защищает НАТО, замалчивают это. КТ-Б-У-ХФЛ-ТВ. Тема Джелсамина. «Зеленые» – в кавычках. Самое коррумпированное движение на нашей планете. За бабки, если, конечно, сумма будет пристойной, вмиг докажут обратное. Фреоны полезны для атмосферы Земли, а вот их заменители очень даже наоборот. Вспомните истерику вокруг сливочного масла, развернувшуюся в 60-70-х годах прошлого века, когда надо было впендюрить обывателю спреды. Что-то сейчас, когда денежки поучены, про ту историю ни одна «зеленая» душа не вспоминает. А теперь вспомните историю с генно-модифицированными продуктами, инициированную якобы теми же «зелеными» в кавычках. И подумайте, если на самом деле в современном магазине хоть один продукт, не подвергавшийся генной модификации. В самом деле в современном магазине хоть один продукт, не подвергавшийся генной модификации. Вопрос. Бабки прежде всего и только бабки. Учите матчасть коллега. Джалсамина. Самое коррумпированное движение на нашей планете. Тема. Это хищники-капиталисты, скрывающие правду о надвигающейся катастрофе на планете. Я участвовала в конференции по климату в Боливии в апреле сего года. Что вы знаете о ней? Вопрос. От вас же все скрывают. Вот ссылка. http.pwccc.wordpress.com Дебаты по климату сейчас в Бонне проходят за закрытыми большими буквами дверями. Зеленые, Гринпис, ученые и журналюги, скептики. Ученые и журналюги, скептики. Все куплены и несут позорную охунею о климате, как латынина на эхе. Путинка. Благодаря вам наркобароны Афганистана процветают. А Россия платит жизнями молодых людей, гибнущих от афганского героина. Свою хату вы обезопасили, а про нашу, похоже, все забыли. Привет. Логин такой. Все политики одним миром мазаны. Все отморозки, кого во время Холодной войны прикормили, и коммунисты, и империалисты сегодня на терроризе зарабатывают. Вот уж кому плевать и на режимы, и тем более на живых людей. Крестоносцы во время крестового похода в свое время оплот христианства Византию разбомбили, потому что поживиться захотели, да и ничего, кроме как воевать, не умели. И что в мире изменилось вопрос? Если присовокупить, что миром правят ковбои и тимуровцы, и бойскауты, которые в политику играют, как недоигравшие в детстве пацаны, то совсем кисло становится. GSTX. Благодаря вашим усилиям улучшилась жизнь афганцев. Тема. Особенно тех, кто предстал перед Аллахом. После ваших бомбардировок. Ну и, конечно, тех, кто увеличил производство наркотиков в десятки раз с момента вашего вторжения. Многоточие. Роман «Русская монархия-2010». Автор Ганова Людмила. Эхо Москвы. echo.msk.ru slash programs slash personal slash 686332-echo. Цитата. О. Журавлёва. Двоеточие. Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». В кавычках. Меня зовут Ольга Журавлёва. В гостях у нас, наконец-то, Виктор Шендерович. Здравствуйте. Конец цитаты. Комментарий. Кэтган. Это программа «Особое мнение». Тема. Цитата. «Сколько может быть особых мнений у одного Виктора Шендеровича?» Вопрос. И ещё. Блок. echo.msk.ru slash blog slash яшин slash 686570-echo. Цитата. «Илья Яшин. Политик. Судебная расправа». Цитата. 10.06.2010. Время 12.30. Цитата. «История Сергея Махнаткина-апофеоз произвола, который власть творит на Триумфальной площади». 56-летний Махнаткин вышел на Триумфальную 31 декабря. На его глазах ОМОНовцы начали грубо винтить женщину. Он сделал бойцам замечание и тоже, естественно, отправился в автозак, где получил несколько ударов от сотрудников милиции. Новогоднюю ночь Махнаткин провёл в отделении. Конец цитаты. Комментарий. Краем. «Вот-вот, господин Яшин, действия солидарности, других общественных организаций и лично ваши по защите и освобождению Махнаткина покажут, может ли оппозиция защищать граждан и добиваться результата в частном деле, в скобках, и, соответственно, могут проявить себя в делах государственных. А то два с половиной года за ментовскую морду, даже если бы это было правдой, выглядят как циничное издевательство на фоне четырёх с половиной лет за смертельный наезд на переходе Жирову, которого быстренько сделали бывшим милиционером. Ждём ваших действий, оппозиционер Яшин». Далее. «Кэт Ганн. Ждём ваших действий, оппозиционер Яшин». Цитата тема. «Хотелось бы действительно знать на фоне таких громких публичных заявлений, что конкретно хочет предпринять оппозиционер Яшин для освобождения Сергея Махнаткина?» Вопрос. Видимо, главное здесь свидетели и юридическая помощь Сергею Махнаткину. «О митинг помощи Сергею Махнаткину вы не собираетесь проводить?» «Вопрос. Всё это очень интересно для нас, не политических граждан». Гайдпарк. Далее. «Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 7 июня 2010-го, время 15.03. Видимо, дело в том, что Лимонов чаще пишет в блог. Если бы Касьянов писал, ставили бы его тоже. Кстати, недавно он выступал на Эхе. А почему он вам более симпатичен, чем Каспаров?» Вопрос. У них ведь примерно одинаковые взгляды. Основное различие в том, что Каспаров считает реформы 90-х годов неудачными. И даже Конституцию не очень демократичной. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Ник Странжеев. 11 июня 2010-го, время 18.26. «Основные различия я вижу в другом. Каспаров поддерживает американский беспредел и желает демонтировать Россию как государство. Даже не стесняется говорить об этом. Касьянов желает участвовать в президентских выборах в России, куда его не допускают. А его обращение в Европейский суд по этому вопросу должно ждать еще 4 года. И это тот Евросоюз, влить в который Россию так мечтает Гарри Каспаров. Вот это политика разного уровня и масштаба. А почему, собственно, Каспаров не хочет поддержать эти справедливые требования вместе с другой оппозицией? Вопрос. Если начать вдумываться и детально интересоваться происходящим, то открываются потрясающие вещи. В логику и человеческую порядочность они не вписываются». Далее. Эхо МСК. «Революция без конца. Ночные беспорядки». Цитата. 11.06.2010. Время 19.55. Цитата. «На юге Киргизии, в городе Ош, всю ночь, на 11 июня 2010 года, продолжались столкновения между киргизами и узбеками, начавшиеся с бытовой драки. Утром в городе царила паника, звучала стрельба, мирные жители скупали продукты и шарахались от молодых людей с палками и арматурой в руках. Крупная толпа собралась в центре Оша возле гостиницы «Алай». Позднее столкновения перекинулись в район крупнейшего в Ферганской долине Карасуйского рынка. Собравшаяся толпа разгромила несколько продуктовых магазинов и выносила оттуда сумки с продуктами». Конец цитаты. Комментарий Гаврош Как представлю, что в России такое же будет, жутко становится. Йен Не переживайте, тема. Пока нефть не кончится или цены на нее не упадут до уровня 90-х, нам такое не грозит, а когда это все-таки случится, многоточие, э, многоточие, тогда будет намного хуже, чем в Киргизии сейчас, скобки. Тайлер Дерден Пипец какой-то. Раскачать ситуацию легко, а затолкать джина в бутылку обратно – ой, как непросто. У нас тут некоторые революционеры о подобном мечтают. Хиро Протагонист Не важно, кто о чем мечтает. Мечтатели есть всегда и везде. Важно, кто и что делает для создания этой ситуации. Тамар Офф У нас тут некоторые, многоточие, революционеры о подобном мечтают. Тема. Об этом не революционеры мечтают, а, похоже, власть, чтобы сильнее закрутить гайки и ввести ЧП. Как иначе объяснить жестокость разгона митингов? У нас в начале 90-х митинговали все, кому не лень и никого не разгоняли. Плохой Ельцин не отдавал приказов бить и забирать с площади людей. А хороший Путин, похоже, хочет именно беспорядков. СХГР 11.06.2010-19.05 Московское правительство разрешило провести на Триумфальной площади 16 июня митинг против произвола милиции. Может, это первый шаг по дороге в тысячу лень? Джелсамина. СНГ в историческом тупике. Тема. Революции нон-стоп пока не поймут, что советские люди не воспитаны, как рабы капитала и не будут жить при капитализме. Не смогут, большими буквами, быть рабами олигархов. Ситра. Что советские люди не воспитаны, как рабы капитала. И. Тема. Советские люди вообще не воспитаны, и в частности, главное, в скобках, не воспитаны, как граждане, просто совки, в кавычках, восклицательный знак. Джелсамина. Советские люди вообще не воспитаны. Тема. Ситра. Не суди по себе. Хоширама. Все это является отголоском ошской резни, в кавычках, устроенной националистами титульной нации. Михаил СПБ. В Питере они тоже будут друг друга резать. Вопрос. Хоширама. Всякое может быть. Вадим. 1961. Пока Киргизия не решит вопрос о присоединении к России, эта чехарда не закончится. Не надо слушать всевозможных мудаков в любом обществе. Даже в стае есть лидер, который ведет. Киргизам надо причаливать, а не строить демократическое, в кавычках, гос-тире-во, как многим думается. Посмотрите на мир, все причалили, правда, кто куда. Хоширама. А оно нам надо? Вопрос. Вадим. 1961. Тема Хоширама. Вам это кому? Вопрос. Хоширама. Вопрос. Натан. 10. Я всегда вам говорил, что Роза Утунбаева. Тема. Совсем не похожа на Розу Люксембург. Кэтган. Революционная ситуация. Тема. Наши заморские революционеры, такие как Каспаров-Лимонов, занимаются именно раскачиванием лодки, в кавычках. То есть созданием революционной ситуации в России а-ля 17-й год. Та же Каспаров надел ленинскую кепку и скромное пальтецо, в скобках. На одном из выступлений на митинге он вдруг заявил, что митинг на Триумфальной собирается для того, чтобы организовать мирное шествие в Центре избирком, в скобках типа глав рыба. Теперь остается узнать, зачем? Вопрос. Чтобы зарегистрироваться в президенты? Вопрос. Возможно ли это сейчас? Многоточие. Эта сложная бюрократическая процедура строго в определенное время совершается. Попытка запугать Центре избирком настолько, чтобы он их зарегистрировал без всяких проволочек. Ну а как же быть тогда с заявлением, что митинг на Триумфальной собирается в защиту 31-й статьи Конституции? Вопрос. Можно себе представить, как чувствует себя господин Чуров вместо всем известного Вишнякова, в скобках, в своем кресле в Центре избиркома. Самое время увольняться. В комментариях к блог Андерс Фокк Расмуссон, генеральный секретарь НАТО, спасибо, что защищаете нас. Комментария Жюриус, стесняюсь спросить, тема, какое отношение имеет Расмуссон к американским бомжам? Вопрос. Зачем же обижать бомжей датских? Вопрос. Кэтган. Не надо рваться устраивать рай для всех. Пока его нет ни в Америке, ни в странах НАТО. Тема. Этому не дано спасти ни американских, ни датских, ни каких-либо других. Наготочие. Смотрите, что стало с Афганистаном. Наготочие. Рай есть рай. Он должен быть в Америке для всех. Они ведь все американцы. И бомжи тоже. Не надо ставить их вне государства, вне закона, вне жилища, вне прожиточного минимума. Не в силах обеспечить, не лезть и руководить. Все просто и чисто, без лицемерия и обмана. Но господин Расмуссен на это не тянет даже в своих высказываниях. Он просто стоит у руля военной машины, которая может раздавить весь мир. В комментариях Бог Эдуард Лимонов, писатель-политик, однажды в новогодний вечер русский бородатый мужичок. Комментарий СП-51. Не надо за меня домысливать. Скобка. Я уж сначала за детей, потом за родину, а уж потом, может быть, за какую-нибудь и поборюсь. За женщин же, как таковых, я не буду сражаться. Не вижу ни одного преимущества женщин перед детьми. Тем более, что как-то женщины повывелились. Повывелись. В скобках. Впрочем, как и мужики. Кэтган. Тем более, что как-то женщины повывелись. Цитата. Вы красиво спрятались, причем даже не за женщину, а за детей. Благородно не спорю. Но ведь у этих детей есть матери, и они их воспитывают. На самом деле, такие, как вы, никогда, ни за кого, нигде и никогда не сражаются. Только за самого себя, большими буквами. Да и не уважаете вы никого, даже своих детей. Вот сейчас, в своем рассуждении, вы их легко оставили сиротами. С такими, как вы, легко исчезнешь с лица земли. И при этом вы не устанете сверкать своим благородством. В комментариях Блок вопрос дня В. Шендерович о том, верно ли поступила Россия, поддержав санкции против Ирана. Сакса СПБ. Так чем же плох режим в Иране? Вопрос. Тема. Тем, что он непредсказуем. Большими буквами. Слово непредсказуем. Кэтган. Американцы не менее непредсказуемы, чем Иран. Кто предсказывал и четко рассчитывал на появление американцев в Ираке? Может, Нострадамус? Вопрос. Имя Юрий. Местонахождение. Россия. Санкт-Петербург. В-24. Екатерина, молодец, полностью с вами солидарен. Прямо в десятку попали. Но только не американцы, а подконтрольные сионистами правительства США. В комментариях к эфиру особое мнение Шендерович Виктор. Пользователь Ди Сиотто. Имя Антон Корнеев. Местонахождение. Россия. Ди Киотто. Раньше Шендерович веселил своим остроумием. Тема. Теперь нелепым политологическим анализом. Изобрел дугу сопротивления от приморских партизан через нос Махноткина к несгибаемым несогласным 31 статьи. Звучал, как большевистский трибун. Типа «нарастает волна протестов и ширятся ряды», в кавычках. Весит он передачи какой-то грустный и скучный. Кэтган. Его новая беда заключается в том, что он рассуждает очень «вообще», в кавычках. И ни о ком, и ни о чем в частности. Он боится поднять какую-то проблему современности. Сплошные революционные марши. От советской эпохи у нас остался стойкий к этому иммунитет. Он вообще никогда не говорит о гражданском обществе. «Единая Россия» – это демопрообраз коммунистической партии. Ведет она себя стопроцентно так же. Никто нам толком не объяснил, даже господин Путин, почему выборы в парламент должны осуществляться по партийной системе, которая, как показало время, полностью провалилась. Мы не знаем ни одной выдающейся личности из «Единой России», в кавычках. А вместе с тем, весь интеллектуальный генофонд России оказался вне парламента. Это ученые, инженеры, врачи, учителя, творческие люди самых разных специальностей, которые своей деятельностью изменяют этот мир и эту жизнь. И они оказались в самом низу нашего общества, часто даже без вэлфора. Пользователь – уфологист. Имя Семен Горбунков. Местонахождение – Россия Тула. Уфологист. Тема – Кэтган. Сколько может быть особых мнений у одного Виктора Шендеровича? Вопрос. Ответ. Смотря по какому варианту работает, в кавычках, в данный момент, данный, в кавычках, политкомментатор, тире-обозреватель, тире-аналитик. Конец цитаты. По методу кнута или по методу пряника. По первому варианту, вариант лавроберии, если, в кавычках, яичишки, зажатые в слесарные тиски, мнений, в кавычках, будет ровно столько, сколько скажет следак, в кавычках. То есть, от мнения шпиона, в кавычках, от несуществующего государства до признания самого себя исчадием ада. По второму варианту, вариант, в скобках, вариант Иуда Искариота, или Киафы, первосвященника Иудеи, Киаифы, первосвященника Иудеи, в данном случае, в скобках, перед интервьюируемым, гомонок, в кавычках, с тридцатью серебрянниками, в скобках, тире, в кавычках, особых мнений, будет ровно столько же, что и в первом варианте. Это же ясно, как день, мотивации разные, а вот итог или суть одна. Вот вам и дилемма, или уральский сказ, в кавычках, про двурушничество или введение в теорию применения двойных стандартов, в кавычках. Вопрос дня. Леонид Радзиховский о законе, расширяющем полномочия ФСБ. 11.06.2010, время 21.06. Цитата. Нужен ли закон, позволяющий ФСБ объявлять гражданам предостережение о недопустимости их действий? И как он будет применяться на практике? Вопрос. Ответ. Леонид Радзиховский, журналист. Цитата. Конец цитаты. Комментарий. Вальтер 41. Вальтер 41. Все о том же. Тема. Когда коту делать нечего, он находит время убраться в труднодоступных местах. Депутатам это занятие сподручнее в принятии псевдозакон и тем самым доказывать лояльность своих позиций к позиции царя, а иногда проявить рвение и оказаться впереди идущим в политике абсурда. Они там так присосались, что уже не выковыряешь ничем. А люди привыкли уже к этой бесконтрольности. Я не вижу даже лучика света и надежды. Ровел. Никогда органы безопасности не будут проводить профилактические беседы с террористами. Если им будет известно о факте терроризма, даже на стадии замысла, то они предпримут все, чтобы довести дело до суда. Профилактические беседы будут проводиться с представителями различных оппозиционных политических структур, нетрадиционных религиозных течений, с руководителями СМИ, критикующими власть. А почему вопрос? Потому что их трудно подвести под суд. А так будут профилактировать с уведомлением прокурора. Итог и запугали, и галочку о проделанной работе поставили. Элайнмент. Блин, ввели Радзиховского в заблуждение. Тема. Речь о 15 сутках ареста и штрафе. Вот где немаловажная вторая часть поправок к закону ОФСБ. Журавлева запутала Радзиховского. Элайнмент. Вот именно. Что надо приходить, Леонид. Тема. Если не придете, 15 суток или штраф. Вот где суть. Кэтган. Беседа, в кавычках, так ее видит ФСБ. Тема. Когда я переписывалась с господином Лимоновым, мне было 15 лет, в скобках, и распространяла его газету «Лимонка», в кавычках, разрешенную тогда, в скобках, через «Роспечать», в кавычках. И просто так, то меня пригласили в ФСБ следователь Дмитрий Анатольевич, в скобках, то он предложил мне сдать все газеты «Лимонки», в кавычках, и все, что связано с этой тематикой прямо в ФСБ, и письма Лимонова, тоже на которых основан мой роман «Оцени меня без секса». Они предлагали даже его напечатать, если я соглашусь, на изменения в нем, но я отказалась. И дальше следователь пообещал, улыбаясь, работать со мной и дальше. Литературу требуемую я принесла, но дальше работать отказалась. Были еще звонки с участливым вопросом «Как дела?» вопрос. Потом они все же прекратились. Вся эта ситуация очень подходит под, возможно, новый закон о беседах в ФСБ. В гражданском обществе не имеют права трогать гражданина и беседовать с ним, словно он провинившийся первоклассник. Далее в комментариях блог Андерс Фокк Расмуссен, генеральный секретарь НАТО. Спасибо, что защищаете нас. Юриус. Рай только на небесах имеется. Тема. Вы в этом сомневаетесь? Вопрос. А какое дело Расмуссену, датчанину, до американцев? Вопрос. По-моему, он о своих датских гражданах думать должен. А в Дании народ-то совсем неплохо живет. Сам там часто бывал, сестренка только вчера оттуда прибыла. А вы все Америка, Америка. У вас с ней неразделенная любовь? Вопрос. Кэт Ганн. Я рассуждала совсем о другом вопросе. Об имперских амбициях Америки. А вы мне о Дании. Вся Европа перед Гитлером неплохо жила. Если вы помните, многоточие. На земле тоже мог бы быть рай. А не только в Дании. Россия это побогаче, пожалуй, многоточие. Далее. В комментариях к блог Андерс Фокк Расмуссен, генеральный секретарь НАТО. Спасибо, что защищаете нас. Юриус. Ну какое отношение имеет Расмуссен к Америке? Представляете? Представляете претензии к Обаме? Так будет справедливо. Хоть Россия и побогаче, но среднему россиянину до среднего датчанина в плане качества жизни, как от земли до неба. И в этом-то как раз и есть часть заслуги Расмуссена. Кэтган. А вот вам-то ничего нельзя сказать ни про Расмуссена, ни про Обаму. А каждый отвечает за свой участок работы и не надо заступаться за Расмуссена. Это Латвии не поможет. Небось, с нами-то лучше было. Вопрос. Далее. эхо.msk.ru слэшблок слэш янс слэш 687087-эхо Цитата. Георгий Янс, журналист, начни с себя. 12.06.2010, время читается. 14.03. Цитата. Да, наша политическая система монстрообразная, но даже в ней есть потенциал, который в общем-то не используется. Выборы. Существует абсолютно законная возможность прокатить в кавычках ту же «единую Россию» в кавычках на выборах в ту же Госдуму. Тут же возражение. Телепропаганда промывает в кавычках людям мозги, и избиратели голосуют как положено. Тогда возражение у меня. Конец цитаты. Леолаз. Ничего нового. Старое аристократическое правило. Тема. Делай, что должно и будет, что будет. И будь, что будет. Удобная позиция. Делай, что должно и будь, что будет. Удобная позиция. Иногда, правда, конец плохой. Цитата. «Когда пришли за коммунистами, я промолчал, в скобках, не протестовал, потому что не был коммунистом. Когда пришли за евреями, я промолчал, потому что не был евреем. Когда пришли за католиками, я промолчал, потому что был протестантом. А когда пришли за мной, к этому времени не осталось никого, кто мог бы вступиться за меня, протестовать. Это слова немецкого протестантского теолога и Мартина Нью-Мюллера, который долгое время находился в тюрьме и концлагере. Леолаз, прошу прощения, аристократическое, конечно. Михаил СПБ Так, страусы, в кавычках, меняют отношение к ситуации, тире, сунули голову в песок и моя хата с краю, тема. Страна летит в пропасть, нанотехнология и модернизация пробуксовывают, а мы будем думать, включать или не включать телевизор, помогать или нет своим родителям, а уж про взятки гаишникам я и не говорю. Надо отбросить гнилое мещанское мировоззрение и заняться прогрессивным честным делом, модернизацией экономики страны и завоеванием ей ведущего места в мире. Чаттербокс Неон-три девятки Тема Плевать на законы своей страны бывает обычно от социальной незрелости, либо молодо-зелено, либо по жизни жоп, а в отношении начальства – хаоп. Впрочем, насчет того, что таких, как вы, меньшинство – это явно мания величия. Велит-009 Записки клеветника Мир, человек, то есть ты, и общество, то есть система большого числа таких «ты» со всеми их орудиями, средствами существования, устроены так, или существуют по таким законам, или подчиняются таким законам. Заметьте, подчиняются, восклицательный знак, скобки закрываются, что общество, в котором ты живешь, есть наилучшее изо всех мыслимых. Твое начальство глубоко, в скобках «глубже», чем кто бы то ни было, постигает законы мира, человека и общества и строит твою жизнь в полном соответствии с ними. Конец цитаты Зияющие высоты Александр Зиновьев Роман «Русская монархия-2010» автор Ганова Людмила Комментарии на эхо Москвы Кэт Ган Да, наша политическая система – монстрообразная тема, в кавычках. Вы сумели так прекрасно устроиться в этой жизни, многоточие, что даже трудно назвать то чувство, которое вы вызываете. Статью вы сумели написать за счет стариков и молодежи. Пенсии, которые получают большинство стариков, не равны даже прожиточному минимуму, уровню. А это значит смерть. О чем вы говорите вообще тогда? – вопрос. Однако вы всю ответственность переложили на молодежь. Вы в журналистике будете работать до самой смерти, на пенсию вас никто не отправит, потому что вы очень нужный журналист. Далее, цитата Записки клеветника Заметьте, подчиняются – восклицательный знак – скобки закрываются. Что общество, в котором ты живешь, есть наилучшее из всех мыслимых. Твое начальство глубоко, в скобках «глубже», чем кто бы то ни было, постигает законы мира. Человека и общество и строит твою жизнь в полном соответствии с ними. Конец цитаты Зияющие высоты Александр Зиновьев Далее, радио «Свобода» свободаньюс.ру слэш-контент слэш-артикл слэш-2066159.html пишет Сергей Откуда Москва 0906-2010 Время 21.34 Надо бы напомнить послать на адрес «эхо» в скобках Венедиктову запись Хазанова 25-летней давности На стадионе Цитата На стадионе в Нужниках народу выделили место для словобудства Конец цитаты Однако Казачик Штрайбрехер засланный Да не казачок он Просто перевыборы Глафреда в 2011 году Потом президентские А человек он не молодой Надоело ему в этом аквариуме С подрастающими пираньями Хочется пожить спокойно Каким-нибудь советником При Европарламенте Пишет Люлек 10.06.2010 Время 05.34 Дельное предложение Насчет ВВП Эх, люди, не понимаете Вы своего комфортного ныне положения А также предложение Многоточие вам Не видите будущего Лет этак через Многоточие Вам, чтобы выйти из своей квартиры Нужно будет разрешение ФСБ Ощущайте прелесть бытия В любом возрасте Многоточие Пока Пишет Василий Откуда Якутск? 11.06.2010 Время 07.56 Да, лучше сдохнуть в нашем гадюжнике Чем у сволочи разрешение на жизнь просить Далее Пишет Анатолий Откуда Москва? 09.06.2010 Время 20.46 Все-таки выступление Венедиктова Полный бред По двум причинам Первое Нет никакого разделения На наших и не наших Согласных и несогласных Есть только несогласные Все остальное Производное от нежелания властей Дать им трибуну на Триумфальной Без несогласных Этим нашистам Триумфальная Так же нужна Как корове седло Все это прекрасно понимают Зачем всеобщую дурку изображать Вопрос Неужели Венедиктов всерьез воспринимает Утренники, полдники и прочую чепуху Этих наперсточников Вопрос Ну я еще понял бы Если согласные и несогласные С самого начала делили площадь Митингуя там по очереди В этой ситуации Позиция Венедиктова была бы безупречной Большими буквами Второе Представьте себе аналогию Применительно к нашим Конституционным правам Допустим Вы идете в гости К своей девушке Но во дворе ее дома Вас встречает шпана Бьет вам в морду И предлагает больше Никогда в этот двор не приходить Завязывается потасовка Вдруг откуда ни возьмись Прибегает Венедиктов С кучей милиционеров И говорит Все, разводим в стороны Разводим стороны Обнуляем ситуацию Вы, шпане, в скобках Пьете пиво в другом дворе А вы, вам В скобках Найдите себе другую девушку В конце концов Вон сколько вокруг девушек И главное Никак не могу понять Ситуация простая Как сто китайцев Но все вокруг Ведут такие ожесточенные Премудрые споры Профессора Журналисты Политологи Один большой сумасшедший дом Далее Пишет Саша Откуда Москва 10.06.2010 Время 12.02 Все-все прекрасно понимают Но многим выгодно валять дурака Или их заставляют Как я уверен Заставили Венедиктова И Ремчукова Ну не сошли же Они одновременно с ума Чтоб нести всякую околесицу Пишет Василий Откуда Якутск 11.06.2010 Время 8.00 В кавычках Мобилизация кадровых резервов И еще в кавычках Пробуждение спящих ресурсов Похоже так Заставляют петь По-кремлевски тех Кто пользовался авторитетом В свободомыслящих людей среде Да Ведь В кавычках И ты Брут В кавычках Сказано же было так давно Многоточие Пишет С Откуда USA 0.09.06.2010 Время 21.20 Я понимаю, что от Венедиктова Мы не вправе ожидать Столь же радикальных высказываний Как от Шендеровича Даже если бы В кавычках Deep in his heart Он был такого же мнения Что не факт В скобках Но и Венедиктову Надо иметь совесть Оппозиция не может В угоду начальству Потерять лицо Большими буквами То немногое, что у нее есть В отличие от власти У власти этого нет Ей и терять нечего То есть Ситуация отнюдь Несимметрична Как лукаво Объясняет Венедиктов Представляю Сколько улюлюканья И извительных комментариев Вызвало бы Согласие оппозиции Но главное же В другом Все равно Ведь обманули бы Сегодня они Большими буквами Якобы Сказали о Пушкинской Потом Болотной А потом вообще Пошлют на И тогда уж Махать руками Будет поздно Далее Свободоньюз.ру Обзор блогов По площадям Экс Так, далее Сергей Мохнаткин Новый герой Рунета 11.06.2010 Время 14.34 Цитата В эфире Эхо Москвы Алексей Венедиктов Объяснил Свою позицию Так Власть Причем не столько Московская А скорее Не московская А федеральная На мой взгляд Уперлась В символ Триумфальная Площадь 31 число И ни под каким Видом Не разрешит Проводить там Митинги И демонстрации В то же самое Время Руководители Движения В поддержку Конституции Несмотря на Предложения Которые мы делали Включая Пушкинскую площадь Тоже уперлись Произошла такая Взаимная Упертость Конец цитаты Эхо Москвы Комментарии Кэт Ганн Я часто в своих выступлениях Не соглашаюсь С Алексеем Венедиктовым Но его предложение Закрыть Триумфальную площадь Для митингов По-моему Это нормальное Предложение И не только потому Что Триумфальная площадь Это маленькая площадь И не для митингов А есть еще Несколько Очень важных Причин Искалеченные Человеческие Жизни Которые После митингов Уже никому Не нужны И никто Потом о них Никогда Не вспоминает Вторая причина Поведение Лидеров Оппозиции Заслуживает Настоящей Критики И многие Из этих вопросов Были блестяще Высказаны В дискуссиях Начиная с вопроса О том Зачем они Вообще Там собираются Вопрос Но у меня Есть еще Одно Реальное Предложение А почему Бы не вспомнить Настоящие Ценности Открытые Западной Английской Демократией Про Гайдпарк Почему нет В Москве Своего Гайдпарка Вопрос Приходят Люди Каждый День В любой Час Встают Где Хотят Никому Не мешают И начинают Говорить Кто хочет Подойдет Послушает Может Даже Поучаствовать В разговоре И дискуссии Как мы Знаем Из Гайдпарка Не вышло Ни одной Революции И это Самое Ценное В нем Как и Обмен Мнениями Людям Нужно Высказывать Свои Идеи В непосредственном Общении С другими Хотелось Бы Надеяться Что Эта Здравая Идея Когда Нибудь Все Же Осуществится В России Хотя И тяжело Вздыхается Многоточие Далее Grani.ru Слэш Strategy 31 Слэш D.178557 Точка HTML User Gamayun Поликилкин Специально Строит Из себя Идиота Впрочем Он может Идиоты Есть В скобках В этом Случае Я объясняю Ему И ему Подобным Что митинги И шествия По конституции Носят Уведомительный Характер Большими Буквами То есть Организаторы Уведомляют Власти О желании Провести Митинг А уж Дело Властей Вместе С организаторами Уточнить Примерное Количество Митингующих Время Проведения Митинга И так Далее А далее Власти Должны Позаботиться Чтобы В скобках В случае Если митингующие Начнут Бить Стекла Жечь Машины И совершать Другие Противозаконные Действия Скобки Закрываются Быстро И по возможности Без применения Силы Стабилизировать Ситуацию Для этого Власти Власти В частности И нужны Так делается Во всех Цивилизованных Странах Но не Путинской Рашки Где Все ровно Наоборот Далее Эхо Москвы В комментариях Блок Андерс Фок Расмуссон Генеральный Секретарь НАТО Спасибо Что Защищаете Нас Юриус Тема Небось С нами Это лучше Было Вопрос Вы страшно Удивитесь Но сейчас Мне много Лучше Чем раньше Хотя Хотелось Быть Быть Много Ближе С Россией Но только Не С такой Какова Она Сейчас Упаси Боже От вашей Суверенной Демократии Даже Лютому Врагу Ее Не пожелаю Вам Никогда Не понять Того Внутреннего Ощущения Свободы Которую Я Приобрел После Выхода Латвии Из СССР Но Стоит Мне Только Зайти На Пограничный Переход С Цитата Увы Хвалить Россию Не Буду Давно Решила Если Убьют То Убьют Да Куда Собственно Подаваться Нигде Мы Не Нужны В конце Концов Россия Моя Родина Здесь Жили Мои Предки Новая Демократия Делается Все Хуже Почему Никто Не Помнит Ни Своих Обещаний Построить Новое Светлое Государство Светское Государство Со Справедливыми Законами Где Люди Могли Бы Жить И Работать И Получать За Это Деньги Конечно Можно Было Напомнить Им Стоящему Власти Их Собственные Слова И Обещания Но Видимо Они От Этого Только Отмахнутся Получается Что Власть Все А Идеи Ничто Они Только Помогают Прийти Им К Власти Я Думаю О Вашем Ощущении Свободы Это Очень Красивое Чувство Оно Необходимо Человеку Иначе Нормальная Жизнь Невозможна Латвия Красивая Страна А Латыши Выдержанные И умные Люди И Представьте Мне Жаль Что Вы Не С Нами Но И Американская Демократия Начала Так Бурно Развиваться Во Всем Мире Наращивая Своё Политическое И Военное Присутствие Во Многих Странах Это Тоже Ненормально И Цивилизацией Здесь Не Пахнет Не Зря Всё Это Делается Хотя В самой Америке Жизнь Далеко Не Налажена Для Многих Людей В частности Это Сверхгигантское Потребление Нефти Тоже Ненормально И Порождает У них Желание Её Захвата В скобках Ваше Рассуждение Нормальной Жизни В Дании Справедливо Но Я думаю Что Это Связано Скорее Всего С тем Что Там Ей Пользоваться Какое-то Время А Монарх Ответственен За свою Страну И её Процветание Говорить С вами Интересно Вы говорите О проблемах Которые Волнуют А не О быте На который Многие В дискуссии Сваливаются Цитата Куски Разлетелась Корона Нет Державы Нет И Трона Жизнь России И Законы Всё К чертям И Мы Словно Загнанные В норы Словно Пойманные Воры Только Кровь Одна С позором Пополам Конец Цитаты Вадимир Высоцкий Далее В комментариях Блок Эдуард Лимонов Писатель Политик Захапали Себе Всю Россию Комментарий Пользователь Оптимист 424 Имя Закиров Руслан Местонахождение Россия Оптимист 424 Цитата Как хамелеон Нужный Момент Меняет Свою Окраску Иммигрант Диссидент Бомж Аристократ Сексуальный Писатель Солдат Политический Писатель Большевик Национал Большевик Демократ Гуляющий С девочками Конец Цитаты Во-первых Хамелеон Пишется Через Е Во-вторых Разве он Должен Гулять С мальчиками Вопрос Вы его Что ли Заставите В-третьих Так что Вас Не устраивает Вопрос Мы все В этой стране Бомжи Солдаты В большинстве Своем Вполне Сексуальные Вы предлагаете Нам этого Стыдиться Вопрос Но вы Упустили Главное Почему Все-таки С применением Насилия Нарушение Конституции Разгоняют Мирную Демонстрацию Вопрос Кэтган Цитата Мы все Мы все В этой стране Бомжи Солдаты В большинстве Своем Вполне Сексуальные Конец Цитаты Интернет Полон информации Что господин Лимонов Гуляет И с мальчиками Впрочем Это он и сам Никогда не скрывал Даже в своих Книгах Просто Мне было Неудобно Упомянуть Об этом Факте В скобках Большинство Из оппозиции Однако считают Что здесь Больше всего Солдат Которые Могут Пойти За них Сражаться Поэтому Они никогда Не вспоминают О бомжах Они политически Невыгодны Да с них Уже ничего Не возьмешь Оппозиция Вполне Бесстыдна В этом вопросе И считает Что ей Нечего Стыдиться Вы тоже В своей Политической Жизни В свое Время Упустили Самое Главное Когда Конституцию Расшифровали В кавычках На уровне Мэрии В Москве И упустил Это Лимонов И вся Оппозиция Впрочем Тогда На конституцию Им было Наплевать Сейчас Удобный Демократический Старт К власти Вот и Вспомнили О ней А может До Лимонова Наконец Дошло Что на идеях Назбольшевизма Ему не Получить Народной Поддержки Но Заметьте Он и не Собирается В конституционном Суде Оспаривать Решение Мэрии Очень Жаль Что он Упускает И свой Последний Шанс Болотную Улицу Сразу Бы стало Видно Сколько На самом деле Людей Пришло Их Поддержать Это именно Страх Оппозиции Что их Будет Все меньше И меньше Далее Эхо.msk.ru Слэшблок Слэш Шендерович Слэш 687226 Тире Эхо Цитата Виктор Шендерович Журналист Битыми словами 13.06.2010 Время 07.52 Цитата И Вопрос В кавычках Цитирует Радзиховский Венедиктова Младшего Вот Мол Не будут Разгонять В кавычках Несогласных Добьются Они своего И Вопрос Что мол Вы хотите Сказать-то Вопрос Сказать-то Мол Нечего Кроме Многоточия Далее У Радзиховского Следует Блестящий Логический Штурм Давно Открытые Двери У непригодности Лимоновских Лозунгов Для либерального Ума Конец Цитаты Комментарий ФСБшник Цитата Объясняю Битыми словами Почему именно Триумфальное И почему и Оппозиция И власть Так настойчиво Добиваются Победы На этом пятачке Потому что И оппозиция И власть Понимают Очевидное Это прецедент Конец Цитаты Объясню И я Битыми словами Раз пошла Такая пьянка Прецедент Это не Триумфальное Прецедент Это то Что творится В Киргизии А морально Неустойчивые Наркоманы Вроде Шендеровича И Яшина К этому Всех и толкают Если прольется Кровь Назад дороги Не будет Этого и Старается Избежать Власть Вместе с Венедиктовым Далее Шарик Вот тут Ваши матрасники И поборники Закона Взяли и Потерли Мои посты Ведь таковы Методы Нашей Либеральной Общественности Затыкать Рот Всем Кто с ними Не согласен И дай им Власть А не задушить Любую свободу Эти либералы Файндлей Тема Сочувствием А знаешь Сколько Приличного народу С тобой Полетело Вопрос Несколько скобок Анатол 56 Вот этого и боится Власть на митингах Несогласных Тема Из-за одного Провокатора С обеих сторон В скобках Может случиться Непоправимое Файндлей Тема Все непросто Из-за одного Не случится Люанней О прецеденте Тема Там где властью Попирается закон Там и появляется Киргизия В кавычках Об этом ты как раз И должна подумать Наша власть Многоточие Пока еще есть время Многоточие Время пока есть Но надо бы есть С выводами Поторопиться ФСБшник Не нужно Ставить все С ног на голову В Киргизии К власти Пришли Несогласные На волне Социального Бунта Проблем Ясно Никаких Не решили Кроме Набивания Своих кармашков А тут Второе действие Спектакля Началось Чакэнд Норрис А чего же Это вы На кривую Дорожку То ступили Вопрос Столетиями Живет Россия Как оккупированная Страна Есть опричники И есть Все остальные ФСБ Как и любая Другая Спецслужба Состоящая Из опричников Должна Быть запрещена Анатол 56 И что за Спецслужба Вместо ФСБ Вопрос Мич Дэш Власть Старается Тема Власть Не старается Чего-то Не допустить Власть Старается Спить И распилить Бабло Для этого В нищей Средневековой Стране Впаривается За нереальные Для них Абсолютно Реальные деньги Олимпиада Тема Этого о чем? Кэтган Именно поэтому Пункт Атриумфальный Совершенно Принципиален Для людей На самом деле Пытающихся Вернуть Установить Честные Правила Игры Цитата Тема Шендерович Шендерович Которого Я никогда Не видела На митинге Вот Нашла Одну Ссылку Цитата Замечательная Речь Шендеровича На митинге После Марша Несогласных 14 Апреля 2007 Вд.риборн.ру Дискуссии Решает Одним Способом Нужно Выходить На митинг На триумфальную Хотя Сам Туда Не ногой Потрясающая Вещь Всем Кто Так Любит Особое Мнение В кавычках Шендеровича Неплохо Было Бы Подумать Над Этим Он Очень Невысокого Мнения О ваших Умственных Способностях И вообще В России Как нигде Говорят Одно А делают Другое Вообще Шендерович Осуществляет На эхе Настоящую Политику Экстремизма Вчитаетесь В эти Слова Цитата А то Что Однообразием Своего Ментовского Инструментария Власть Прямиком Ведет Страну К Хрестоматийному Бунту Что 70% Опрошенных На эхе Уже Поддерживают Отстрел Ментов Это уже Другой Разговор Конец Цитаты Не он один Люди Обнимающиеся С сенаторами Воевавшими Во Вьетнаме Тема А ведь Есть еще Люди Обнимавшиеся Обнимавшимися С Ахмеджадами С Адам Хусейнами Палпотами Мао Цзэдунами Чавесами Ух Сколько Анатоль 56 Да вот Селенок Хватит Лишь у Амерской За кулисой Тема При Благоприятных Условиях Подмять И не просто Использовать В качестве Сырьевого Придатка Россию Ей нужны Княжества С удовольствием По очереди Вступающие В ЕС и НАТО Далее В комментариях Блок Андерс Фо Красмусон Генеральный Секретарь НАТО Спасибо Что защищаете Нас Юриус Вообще-то В Дании Народ в коммунных Живет Если не знаете Окон никто Не завешивает Не жизнь А витрина Но слишком Все Прилизано На мой взгляд И как-то влияние Американцев Незаметно Не надо винить Во всех грехах Посторонние силы Чаще всего Виноваты мы сами Не умея хранить Те ценности Которые заложили В нас предки И по потреблению Нефти А значит И по желанию Ее захвата Сейчас Китай Представляют Все более Возрастающую Угрозу Ну а уж Русский Пофигизм Это что-то Долго мне пришлось От него избавляться Этому способствовала Именно окружающая Среда Когда я перестал Ездить в Россию А переключился На Западную Европу Там хочешь Не хочешь А законы Соблюдать Научишься Причем Это проходит Как-то незаметно Тебя Просто в один Прекрасный день Ты понимаешь Что стал Уважать законы Но и свои права При этом не потерял Как они этого достигают Я так до конца И не понял Далее echo.msk.ru Слэш Блок Слэш Лимонов Слэш 687 499 Тире Эхо Цитата Эдуард Лимонов Писатель-политик Раздухарились 14.06 2010 Время 12.26 Цитата Если отбросить Их словесные Жуликоватые Уловки То в сухом остатке Получится Налицо Голое Отрицание Значения Моей личности Я думаю У этих двух Полуседых дядек Болезнь Ребяческое Утверждение Себя Через отрицание Лимонова Никакая политика Тут ни при чем Только голый Глупый комплекс Неполноценности Превратившийся Видимо В зависть Конец цитаты Кэт Ган Комментарии Ну вот Цитата Ну вот Когда Психопат Видимо В скобках В Соловьев Заявляет Цитата Многоточие А про себя Заявляют Что В кавычках Я ярче вас И талантливый Конец цитаты Тема То дискуссия Скорее всего Не состоится А общество Будет выглядеть Вот так Видение Шизофреника В кавычках Цитата Где я Спросил Шизофреник У молодцеватого Красивого Парня Одетого В жутко Знакомую Форму Которую Он никак Не мог Вспомнить Вы Дорогой Товарищ Находитесь В столице Нашей родины В лагере Сарая Чингисхана Ответил Парень И с виском Вызвал Сотрудников В штатском Посредине Лагеря Видит Шизофреник Возвышается Синхрофазотрон На нем На корточках Сидит Правдец И играет На балалайке Мозила Из конского Навоза Лепит Бюст Передвига Монгола Который Перевыполнил Норму Вырезки Славян Втрое В сторонке Балтун Аккуратно Посаженный Накол Читает Лекцию Об ибанском Искусстве Около Него С автоматом Стоит Мыслитель И внимательно Наблюдает За тем Чтобы Балтун Сидел Симметрично Вокруг Скрестив По-турецки Лапки Растелись Полчища Крыс Конец Цитаты Зияющие Высоты Александр Зиновьев Далее Комментарии Алик 48 А с чем Ходить Три вопроса Тема Да как же Тут не Упереться Несколько Восклицательных Знаков Тема Бывшие Члены ЦК КПСС Комсомольцы Кбуха Друг Демократы Три вопроса Жирик Вдруг Тире Либеральный Демократ Три вопроса А4 КПРФ Хрен знает Что Мародеры В кавычках Несколько Вопросов Едра Профсоюз Олигархов Номенклатуры Несколько Вопросов Ну при таком Раскладе Лимонов Назбол Несколько Вопросов Восклицательные Знаки Ник 21 Федоров Я не Я не виноват Что я ярче вас И талантливый В скобках Странно У нас уже есть Борис Моисеев Наша Все И тут еще Этот Комплеящий Троцкого Живчик Косплеящий Троцкого Живчик Далее Комментарии Валенца Его дух Светел Как мне кажется Тема Вам не кажется Любезный Это точно Ваш И по духу По духану Вернее В скобках И по масти Наци Коричневый Большевик Красный Коричнево Красный Да ему Волю Он такие Грани Не таланта Покажет Ведь Пол Пот Тоже Сорбонну Кончил Что будет С теми Пацанами Кто встал Под его Знамена От них Как от Хунвейбинов Потом Избавиться Алимонов На что Надеется Вопрос Лучше бы Стихи Продолжал Писать Хотя народ Любит Подобных Кадров 2013 Год Президент Владимир Жуткий Встречается В Кремле С руководителями Думских Фракций Присутствовали Спикер Грызя Пан Зюзя Мистер Жирик Мирончик И Лимончик А на триумфальной площади На митинге Протеста Против фальсификации Президентских выборов Выступают Лидеры Оппозиции Каспар Касьян Немец И другие Митинг Разоглан ОМОНом Задержаны Все 200 участников Антиконституционного Митинга Так Присутствовали Спикер Грызя Пан Зюзя Мистер Жирик Мирончик И Лимончик А на триумфальной площади На митинге Протеста Против фальсификации Президентских выборов Выступают Лидеры Оппозиции Каспар Касьян Немец И другие Митинг Разогнан ОМОНом Задержаны Все 200 участников Антиконституционного Митинга Три участника Митинга Доставлены В больницу С переломами Которые они получили Напав на сотрудников Милиции На нарушителей Общественного порядка Заведены Уголовные дела Человелатель Цитата Я не виноват Что я ярче вас И талантливей Тема О да Только вот проблема В том Что только вы Себя считаете Талантом А большинство Уважают Соловьева И Радзиховского Они профессионалы А вы кто? Вопрос Так шут Триумфальный Ну придумала Стратегию 31 Да На лбу Себя напишите 31 И ходите по улице И гордитесь Этой находкой Старый ты стал Эдик Пора на покой Эхо.msk.ru Слэшблок Слэшнемцов Подчеркивание Борис Слэш 687603 Эхо Цитата Борис Немцов Политик Движения Солидарность В кавычках Путин Итоги 10 лет В кавычках 14.06.2010 Время 16.53 Цитата Сегодня в ЦДХ В рамках Московского Международного Книжного Фестиваля Состоялась Презентация Нашего С.В. Миловым Доклада Путин Итоги 10 лет Конец Цитаты Комментарии Др Иосиф Тема Да с 90-ми Не сравнить Конечно Жить стало лучше Кто водку Не пьет А работает Тот и живет Люди И на машины И на жилье Зарабатывают Рожать стали Больше Правительство На порядок Грамотнее Ельцин Премьеров Менял как Перчатки Немцов Был в правительстве И что Вопрос Довели страну До дефолта Тире Это факт Таких фактов Миллионы Оторвали Немцова От кормушки Вот он и бесится В Америке Бабло Получает Типа За лекции И теперь За книгу Получит Далее Сайдаш А вы А вы Сами Не хотели Бабло Почитать Лекции В Америке Вопрос Победите Там Немцова В дискуссии Пусть Пиндосы Пусть Пиндосы Узнают О нас Правду Скептик Обожаю Мочильщиков Немцова За такие Слова Тема Цитата Оторвали Немцова От кормушки Вот он и Бесится То есть Конец цитаты То есть Плохо Ему Без кормушки А у кормушки Было Хорошо А сейчас У кормушки Вопрос Кому Сейчас Хорошо Вопрос Атмосферик Полностью Согласен Тема Число Олигархов Друзей Путина И размер Их капиталов Выросло В разы Вы случаем Не из их Халопов Будете Вопрос Успказ Капиталы Олигархов Это капиталы России Ты что Против России Вопрос Поспелов Капиталы Олигархов Это капиталы России Тема Бу-га-га Много восклицательных Знаков И скобок А почему же Вы не развили Свою гениальную Мысль Дальше И не сказали Что олигархи Это и есть Россия Несколько скобок Поспелов Молчите Путинский Смерт Тема За вас Точно Ваша власть Не заступится Потому что За таких И тюрь Для таких И тюрьмы Не надо Кстати Вы знаете Что именно Рабы Очень любят Обращаться К незнакомым Людям На ты В кавычках В силу Отсутствия Самоуважения Вопрос Усп Кас Откуда мне знать Что вы такой Нежный И легко Уранимый Поспелов Тема Бугага Восклицательные знаки Дав вам просто Рабское Ваше воспитание Этого Не Не Подсказало Откуда Раб может знать Что такое Уважение К чужой Личности Вопрос Усп Так кто же Настоящий Враг России Вопрос Доллар В скобках Кема Это большой Минус Отсюда Все беды В России Но при чем Тут Путин Где наши Российские Финансовые Умы Вопрос А может Это дело Времени Вопрос Китшут 2 Мдя Мне кажется Зря напали На Путина Он всего 10 лет У власти Все хорошее Еще впереди Главное Чтобы в 2012 Президентом Стал Путин Комментарии Эхо Москвы Air Freedom Тема Нашисту Ответ Ты бы Почитал Книжку Которую Борис Немцов Написал Может Глазки Откроются На правду Зомбоящик Твою психику Изрядно Изуродовал Многоточие Прочитай Книгу Для своего Жестного Здоровья А то Выглядишь Полным Придурком Для окружающих Робин Робинсон Уж Чья бы Корова Мычала Только Корова Немцова Помолчала Мы что Не помним Его патрона Ельцинюгу Вопрос Да Его самого У власти Вопрос Один хрен Только в профиль Однако В одном Он прав Режим Обнаглел В своей страсти К бабу Если раньше Было хоть Какое-то Государство То сейчас Оно превратилось В своеобразного Спонсора Хочу Дам А хочу Не дам Вроде Образование И медицина Оборонка И вообще Все-все Это лично Ваше дело А мы Путинисты Медведисты При ваших бабках Но никакой ответственности За вас Не несем Сами Как хотите Так и барахтайтесь Государство Спонсор Тире Такое Есть еще Где-нибудь В мире Любое Государство По определению Имеет Определенный Набор Обязанностей У Путинского Никаких Нет Такое Складывается Впечатление Далее С Хмелев Думаю Путин Верный Ельцинист В экономике По крайней мере Раздает Меньше Даже Многоточие А результаты Они даже При Ленине И Сталине Появились Смотря Когда Многоточие Белик Робин Робинсон Что же Ты так Называешь Уважаемого Мною Человека Вопрос В суд Подам Человеватель Строчи Борис Строчи Тема Только у меня Один вопрос Почему Нет доклада В кавычках Ельцин Итоги Ведь это Было бы Куда интереснее С кровью Убийствами Воровством Коррупцией Беспределом Семибанкирщиной В кавычках Восклицательный знак А Борис Вопрос Или только с Путиным Мы смелые Вопрос А понятно Хозяева Не разрешают Пригрел Пригрел на груди Медиан Надоело спорить С прокладками Тема Буду голосовать За Путина Восклицательный знак Одруч Любопытно А где и в связи С чем Вы будете голосовать За Путина Вопрос Он ведь и так Главный по стране Не ООН Все пропало Все пропало Земля налетит на ось Все пропало Кэтган Тема Все взаимоперепутано В кавычках Цитата Это некоторая тенденция Многих людей Совершать какие-то поступки Таким образом Будто одни из них Хотят помочь А другие Помешать Претенденту Стать директором И это Бессмысленное Ображение Тресины Или скорее Дерьма Субъективно Переживается Как борьба За какие-то идеалы Здесь Несоответствие Страстей и оценок. С одной стороны, и реальной жизни. С другой, достигает таких чудовищных размеров, что мне по временам кажется, будто мы все сидим в сумасшедшем доме. Конец цитаты. Зияющие высоты Александр Зиновьев. Далее, в комментариях к Богу Эдуард Лимонов, писатель-политик, в скобках «Однажды в новогодний вечер русский бородатый мужичок». Двоеточие. СП-51. Комментарии. «Так, зачем читаете?» Вместо ругани лучше киньте ссылки на свои картины. Кэтган. Цитата. «Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». Конец цитаты. Многоточие. В комментариях к Богу Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Долина Свободы. Матрос Кошкин. Криогений. Собакамайл.ру. Матрос Кошкин. В скобках. «Вот ты где оказывается», тема. «А я-то думаю, куда пропала?» Вопрос. «А ты здесь?» «Это хорошо. Лапзаю». Далее. Кэтган. Кэтган. Собака.ехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Цитата. «А ты здесь?» Тема. «Долго думала, сколько вам лет, так как вы употребляете устаревшее слово «лапзаю», в кавычках, стала искать в интернете». Цитата. «Лапзать, лапзаю, лапзаешь, не сов, кого-то», в скобках, «книжная», поэт, «устаревшая», в скобках, «целовать», «лапзай меня, твои лапзани, мне слаще мира и вина». Пушкин. Конец цитаты. Еще цитата. «Тебя, мое отечество, лапзаю я бесчетно. Побывал на родине, хорошо, что недолго». Цитата. Еще цитата. «Лапзаю поненок, в уста, ланиты, перси. Все еще лапзаю». Конец цитаты. Еще цитата. «Женский клуб, вредно ли целовать котов?» Вопрос. Тире. «Я свою кыску лапзаю в пузик и в макушку». Скобка. «Если бы только это видела моя мама». Многоточие. «А я думала, что только я такая ненормальная». Конец цитаты. В комментариях к блог Виктор Шендерович, журналист, битыми словами. Цитата из интернета. Далее. В комментариях к блог Виктор Шендерович, журналист, битыми словами. Пользователь Семен. Имя Семен Дубовицкий. Местонахождение. Россия. Волгоград. Семен. Шендерович осуществляет на Эхе, в кавычках, настоящую политику экстремизма. Тема. «Вам стало страшно?» Вопрос. Восклицательный знак. Вообще-то Шендерович озвучивает мнение в 70% эховского форума. То есть, иными словами, большинства. Два восклицательных знака. «Так вам страшно?» Вопрос. Восклицательный знак. «Поверьте, бояться есть чему. Большевики уже были у власти. Народ России это пережил. Сейчас снова диктатура, но не большинства. Но от этого не легче. Диктатура подразумевает насилие и борьбу против насилия». Кэтган. Цитата. «Большевики уже были у власти». Еще цитата. «Эхо – это еще не вся Россия. Эхо – это еще не вся Россия. А вам бы так хотелось? Большевики вряд ли будут когда-либо избраны в России. Не забывайте, что без всякой вашей диктатуры в России с управлением красиво справлялась монархия, которая и сейчас существует во многих странах Западной Европы. Ну, наконец, вспомните стихи Высоцкого. Цитата. «В России нам плевать?» – вопрос. Позор всем, кому покой дороже, всем, кого сомнение гложет, может он или не может убивать. Сигнал. И по волчьи, и по бычьи, и как коршун на добычу, только воронов покличем пировать. «Эй, вы! Где была ваша твердость? Где была ваша гордость?» – вопрос. Отдыхать сегодня подлость. Пистолет сжимает твердая рука. Конец всему конец. «Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить в висок или во врага». Конец цитаты. В комментариях Владимир Высоцкий. Далее. «В комментариях Бог Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, телеведущая, шепот поэта». Комментарии Биаджей. «И объяснять тоже не собираюсь». Тема. «Поэтому мы так беззащитны и разобщены». Конец цитаты. «И М Хакамада, смотрите выше. А почему бы вам не взять, да и не объяснить все своему соотечественнику?» Вопрос. «Ежели я не перевариваю стихоплетство, то это же не значит вовсе, что я не способен понять по-другому. Вы же не сноб, я надеюсь». Скобки. Кэтган. «Но что сделаешь?» «Не перевариваете, это уже безнадежно. Устно не перескажешь стихи, увы, многоточие». В комментариях к блогу Эдуард Лимонов, писатель-политик, «Однажды в новогодний вечер русский бородатый мужичок». СП-51. «Любой публичный художник обречен на такой вид общения». Скобка. Кэтган. «Художники разные бывают». Далее цитата. «А где критерии настоящего и ненастоящего искусства?» Вопрос. Спрашивает ученый. «Лично для меня тут проблемы нет», говорит, не в растенник. Вот, например, я зашел в мастерскую к художнику. «Смотрю и чувствую, что, в принципе, такое я научиться делать могу. Значит, это барахола». «Теперь я в мастерской мазилы. Смотрю и чувствую, что, если я буду учиться даже сто лет, я никогда не смогу сделать такое». Аналогично в поэзии. «Вот, пожалуйста, стихи литератора в сегодняшней газете. Я такое могу сочинять километрами. Значит, это дерьмо. Я всего литератора мог бы придумать за полгода. А вот стихи «О» никогда. «Вы слишком высокого мнения о своих способностях», говорит ученый. «Наоборот, говорит неврастенник. Я бездарен». Конец цитаты. «Зияющие высоты» Александр Зиновьев. Далее в комментариях. «Блок». Борис Немцов. «Политик. Движение. Солидарность». В кавычках. «Путин. Итоги. Десять лет». В кавычках. «Гера 1900». Тема. «Вы не только рисуете, оказывается, но умеете книжки читать. Ну вы вообще». Восклицательный знак. «Ежик. Умри, бля, за женщину». Тема. «Как-то женщины у нас забыли умирать за мужчин». Многоточие. «А вот, говорят, были декабристки». Многоточие. «Девушка. У вас какое-то заблуждение, что можно лежать на диване и принимать ласки, ничего в ответ не давая». «Умри, бля, за женщину», в кавычках, тире. Это что? Девиз от МНЦП «вопрос». Вообще-то без «бля», в кавычках, это выглядело бы поэтично. Но с этим это похоже на установку. Вы не Кашпировский, увы, не внушаете. Несколько скобок. Кэтган. «Умри, бля, за женщину». Сначала вас должны, как минимум, сослать и лучше в Сибирь. Далее. «Эхо.msk.ru slash blog slash linden slash 688-157-эхо». Цитата. «Марат Халиулин, студент-монархист из Казани. Наследник престола или кто есть кто в Российском императорском доме». Конец цитаты. 16.06.2010.15.21. Комментарии. «Космоплётов», подчеркивание «А», подчеркивание «М», тема «Ильяс», подчеркивание «Москва». В скобках. Вероятность того, что в России восстановится монархия, ничтожно мала. Кто его знает, может быть, России и нужен царь, как нравственный авторитет, который ни с кем, большими буквами, не будет связан никакими деловыми, партийными и прочими интересами. Только одно побуждение – личная ответственность перед Богом и народом. В этом смысле помазанник Божий. Последняя инстанция, которая принимает решение. Царь, которого будет воспитывать народ. Так как это делается в Британии, где каждый шаг королевской семьи находится под контролем общества СМИ. Пусть в политике, в скобках, то есть помимо помилования, благотворительности и т.п. У него будет только одно право – распускать парламент, если он лично считает, что это правительство опасно для нации. Разумеется, немедленное автоматическое назначение новых выборов. В Австралии лет 40 назад правительство, кажется ли, и Бористов, так напакостило, что в стране грозил экономический крах. И тогда губернатор, назначаемый королевой, хоть и по рекомендации австралийского парламента, отправил правительство в отставку. В Австралии просто взрыв произошел. Они уже полвека, как независимое государство. Привыкли считать королеву и ее губернатора простыми символами – и на тебе. Вмешательство во внутренние дела. Началась кампания за провозглашение республики. Королева ответила. Цитата. Ваше право, но пока я отвечаю перед Богом за Австралию, я буду принимать решение, исходя из своих убеждений. Референдум оставил Австралию доминионом. Конец цитаты. Космоплетов А.М. Тема И. Вопрос. И. Вопрос. Как принято говорить на эхе весь смак в остроумных геральдических хитросплетениях? Вопрос. Это напоминает мне одного знакомого шахматиста, который с горящими глазами показывает развитие партии. Ты едва успеваешь следить, а он смахивает фигуры и спрашивает. Цитата. Ну как? Правда интересно? И еще в кавычках. Что интересно? Дальше-то что? Конец цитаты. А еще цитата. Дальше неинтересно. Там мат через 12 ходов. Конец цитат. В чем интерес и злободневность? Вопрос. Далее. Инопресса. Инопресса.ру Слэш артикл Слэш 15 джун 2010 Слэш Сандэй Таймс Слэш индия Точка html Джонатан Лик В Сандэй Таймс США молчат о собственной катастрофе, унесшей тысячи жизней. Критика, который Барак Обама подверг Бритиш Петролиум, резко контрастирует с американским подходом к Union Carbide. Подходом к Union Carbide. Американской фирме, ответственной за катастрофу в индийском городе Пхопали в 1984 году, в результате которой в одночасье погибли 3000 человек, пишет в The Sunday Times. Отмечая, что по некоторым подсчетам окончательное число жертв достигло 25 тысяч человек. На протяжении 26 лет Уоррен Андерсон, тогдашний исполнительный директор Union Carbide, нарушает условия постановления об освобождении под залог, вынесенного индийским судом, говорится в статье. Индусы хотели отдать его под суд за нарушение правил безопасности, повлекшие за собой человеческие жертвы. 40 тонн ядовитого газа, метелизоцианата, улетучилось в фабрике по производству пестицидов и накрыло город. Эта промышленная катастрофа стала самой страшной в мире и повлекла за собой проблемы с дыханием, зрением и психическим здоровьем у 50 тысяч человек. Однако Андерсон покинул Индию после освобождения под залог и не больше туда не возвращался, несмотря на то, что он подписал юридическое соглашение о том, что предстанет там перед судом. В 2004 году Америка отклонила попытку его экстрадиции. Дело привлекло к себе внимание на прошлой неделе, когда семь бывших руководителей были приговорены к двум годам лишения свободы каждой. Еще цитата. Однако Андерсона среди них не было. Хотя считается, что он несет окончательную ответственность за катастрофу, которая повлекла за собой на несколько тысяч больше жертв, чем та, в которой винят главу BP Тони Хейварда. Конец цитаты. Тире пишет автор статьи Джонатан Лик. Вместо этого 89-летний Андерсон в роскоши проводит свои пенсионные годы. Далее, эхо. В комментариях Блок Андерс Фокк Расмуссон, генеральный секретарь НАТО, спасибо, что защищаете нас. Комментарий. Юриус. Вообще-то в Дании народ в коммунных живет. Если не знаете, окон никто не завешивает. Не жизнь, а витрина. Но слишком все прилизано, на мой взгляд. И как-то влияние американцев незаметно. Не надо винить во всех грехах посторонние силы. Чаще всего виноваты мы сами, не умея хранить те ценности, которые заложили в нас предки. И по потреблению нефти, а значит и по желанию ее захвата, сейчас Китай представляет все более возрастающую угрозу. Ну аж русский пофигизм это что-то. Долго мне пришлось от него избавляться. Этому способствовала именно окружающая среда, когда я перестал ездить в Россию, а переключился на Западную Европу. Там хочешь не хочешь, а законы соблюдать научишься. Причем это проходит как-то незаметно на тебя. Просто в один прекрасный день ты понимаешь, что стал уважать законы, но и свои права при этом не потерял. Как они этого достигают, я так до конца и не понял. Кэтган. Осталось немного, в кавычках. Цитата. «Что вы сейчас испытываете?» – спрашивает посетитель. «Сметение», – говорит Балтум. «Чего вы хотите?» – спрашивает посетитель. «Спокойствие», – говорит Балтум. «Так верьте», – говорит посетитель. «Вера не дает уверенности», – говорит Балтум. «Смиритесь», – говорит посетитель. «Не дают», – говорит Балтум. «Нам навязывают состояние тревоги и осатанелости». «Боритесь», – говорит посетитель. «Не могу», – говорит Балтум. «Бороться не за что». «Ну что же», – говорит посетитель. «Потерпите. Осталось немного». Конец цитаты. «Зияющие высоты». Александр Зиновьев. Далее. «Эхо.msk.ru». «Слэшблок». «Слэш Троицкий». «Слэш 688114-эхо». Цитата. «Артемий Троицкий, журналист. Рок умер давно, но похороны прошли пышно». Конец цитаты. 16.06.2010. 12.56. Время. Комментарии. Грег, подчеркивание Сименс. «На мой субъективный взгляд, тема. Рок как направление умер с развитием популярности Ганс Роузис в конце 80-х с выходом альбома в кавычках «Аппетит в Ора Деструкшн». А уж про гламурно-глянцевый «Use your illusions» и говорить нечего. Кэтган. Наш Артемий Троицкий совсем заснул в своей постели. Говорить, что рок умер в России, очень глупо для специалиста такого уровня. А где же сборники «Панк революция» в кавычках? Меньше надо с Лугутенко общаться. Это очень вредно. Не менее поражает полное отсутствие знаний о современной роковой культуре в России. Здесь немало классных групп. Просто Артемий Троицкий, видимо, боится их назвать, чтобы не впасть в немилость. Уж очень он официальный критик. В скобках из неофициальных. А вообще мы когда-то очень любили Артемия Троицкого в постели. Инопресса.ру Самые крупные существующие месторождения железа и меди, а также лития, в таком изобилии, который можно сравнить с запасами нефти в Саудовской Аравии. Недры Афганистана скрывают сокровища, способные превратить Кабул в Центроазиатский Дубай. В Центральноазиатский Дубай. Такие поразительные данные поступили от команды американских гражданских и военных геологов, которые в последние 4 года исследовали афганскую территорию при помощи самых передовых систем обнаружения, используя при этом карты, которые были составлены Красной Армией в 80-е годы и брошены в спешке во время отступления в архиве Министерства в афганской столице. Конец цитаты пишет издание. Далее. Советские карты были обнаружены в 2006 году и в течение нескольких месяцев члены команды, которой руководил Пол Бринкли, который сегодня занимает должность заместителя министра обороны по экономическим делам, изучили территорию Афганистана с борта американского разведывательного самолета «Орион Пи-3». Полученные данные были настолько многообещающими, что в 2007 году команда ученых и военных уже на борту старого британского бомбардировщика установила аппаратуру, способную составлять карты подземных месторождений в трехмерном изображении, пишет автор статьи. После завершения исследовательских работ Бринкли получил возможность представить результаты геологических разведок министру обороны Роберту Гейтсу, а потом и президенту Афганистана Хамиду Корзаю. Афганский президент узнал, что в недрах его страны имеются железо и медь в таких объемах, что они способны сделать Афганистан ведущим мировым производителем этих металлов. Помимо этого, в недрах хранят немалые запасы кобальта и золота, не говоря уже о том, что на Востоке, в провинции Газни, имеются огромные запасы лития, минерала, который используется при производстве батареи для портативных компьютеров и мобильных телефонов. Реакция Гейтса и Корзая была смешанной. Конец цитаты пишет издание. Но существуют опасения, связанные с риском возникновения вооруженных конфликтов между полевыми командирами за право обладания подземными богатствами. Кроме того, литий, железо и медь могут послужить еще большему распространению коррупции. Автор статьи обращает внимание еще на один момент. Начинает зарождаться соперничество между соседом Афганистана Китаем и Соединенными Штатами за обладание природными ресурсами. Последствия этого соперничества непредсказуемы. Конец цитаты. Inopressa.ru Slash article Slash 16 June 2010 Slash times Slash oil1.html Далее цитата. Анатолий Колецкий The Times Наркотическая зависимость от нефти самоубийственна и бессмысленна. Подлинное преступление компании BP в том, что она выбрасывает Миллионы долларов на опасные способы добычи нефти, хотя будущее явно за новыми технологиями, утверждает обозреватель The Times Анатолий Колецкий. Цитата. Общие расходы всех стран мира на разработки неископаемых в кавычках источников энергии, включая атомную энергетику, за минувшие 10 лет, лишь вдвое превышали издержки Microsoft на обновленные версии Windows и Office. Конец цитаты. Администрация Обамы следует добиться того, чтобы бурение нефтяных скважин сделалось неподъемно дорогим, советует автор. Цитата. Нефтяников и инвесторов надо заставить осознать, что истинная цена и риск добычи нефти для общества намного превышает цену и риск инвестирования в альтернативные источники энергии или атомную энергетику. Конец цитаты. После разлива нефти в Мексиканском заливе BP, даже если суд не сочтет ее действия преступной халатностью, понесет катастрофические убытки. В таком случае бурение в сложных или опасных для окружающей среды местах, возможно, будет признано нефтяными компаниями слишком дорогостоящим. Цитата. Конец цитаты. Если финансовые рынки фактически введут моратории на добычу нефти в опасных местах, это первоначально укрепит монополию Саудовской Аравии и ОПЕК, и еще один триллион долларов ежегодно перетечет от западных демократий в прибыли враждебных режимов. Зато западные правительства осознают, что рынки нефти подвержены манипуляциям, картелей и искажены неучтенными издержками геополитического и экологического характера. Цитата. «Нефтедобывающие страны, возможно, поймут, что им следует в ближайшие 30 лет продать максимум нефти, пока запасы не обесценились». Конец цитаты. Считает автор. Тогда-то нефтегазовые компании вложат свои колоссальные капиталы в новые технологии, предрекает он. Цитата. «Наркотическая зависимость промышленно развитых стран от нефти не просто пагубна для окружающей среды и самоубийственно на геополитической арене, но и нерациональна в экономическом плане». Конец цитаты. «Заключает автор. Опираясь на ископаемое топливо, Запад не только создает риск катастрофических климатических изменений и субсидирует ряд самых неприглядных режимов в мире, но и упускает шансы разработки новых технологий, а в этой сфере он мог бы пользоваться очевидными конкурентными преимуществами». Считает Колецкий. Конец цитаты. Далее. Цитата. В Wall Street Journal. «Киргизия горит, Россия крепнет». Приехав в апреле в Киргизию, автор материала обнаружил, что, по общему мнению киргизов, Россия сыграла важную роль в свержении Бакиева. И с момента краха Бакиева Россия потихоньку давит на Временное правительство, требуя изгнать США с базы «Манас». В кавычках. Конец цитаты. Далее. «Эхо Москвы», 3w.echo.msk.ru, слэш-блок, слэш-яшин, 688-097-эхо. Цитата. «Илья Яшин, политик. Что не так в консерватории ФСБ?» 16.06-2010, время 12.24. Цитата. «Колесников же скромно умолчал о том, что закон дает право ФСБ арестовать человека на 15 суток без решения суда, а также о том, что полномочия выносить предупреждения уже есть у прокуратуры». Конец цитаты. Комментарий. Кэтган. Яшин в эфире скромно дал понять, что с Триумфальной они не уйдут. Площадь, мол, вместительная, и никому не мешают они там. В одном из предыдущих своих выступлений он очень сокрушался по задержанию Сергея Мохнаткина, который случайно проходил мимо митинга 31 января на встречу Нового года. Господин Яшин в полуплохо осознает, что не все москвичи знают о его побоищах на площади. Так вот, Яшин заявил о том, что он желает помочь Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года. Тем не менее, сегодня он уже странно молчит о судьбе подставленного им человека. Надо о человеке судить не по заявлениям о якобы принципиальности, а по делам. А дела его в отношении подставленного, в скобках и им в том числе, Сергея Мохнаткина преступны, потому что он брошен на произвол. И на месте Сергея Мохнаткина может оказаться каждый из нас. Леонел Худс Логика ваша умиляет. Вы, наверное, блондинка. Получается, если власть, нарушая законы по беспределу, отправляет в тюрьму невиновного, то виновата не власть, а Яшин и другие несогласные, которые пытаются отстоять свое право на свободу собраний. Воистину, рабский ген живет в наших согражданах. Кэтган Кстати, вины с власти я не снимала за осуждение Сергея Мохнаткина и писала об этом. Но новая позиция, рвущаяся к власти, которая претендует на святость, более виновата, потому что именно она говорит о необходимости чести, свободы, порядочности, а на самом деле использует дело Сергея Мохнаткина в собственных политических амбициях. Она, эта новая позиция, очень опасна для России. Собственно, она никогда не говорит, что желает сделать в России, как изменить ее жизнь, а не рвутся к диктатуре, в скобках «новой». Карапуз Не требуйте от нее многого. Тема А чего вы хотели от потомственного рабского быдла? В скобках Пол, вес, обилие и цвет волос во всех местах значения не имеют. Чьи предки почти сто лет жили при матриархате социализма? В скобках Или при социализме матриархата. Вопрос Кэтган А чего вы хотели от потомственного рабского быдла? В кавычках Ту-карапуз Карапузу Тема Перестаньте называть меня «быдлом» в кавычках. Тем более, пора и вам от себя что-то потребовать. Если вы джентльмен, а еще вдруг и порядочный человек, похоже, вы претендуете на аристократизм во многих поколениях. Слэнг у вас просто окраинный. Крысы В кавычках Цитата Мы установили, что специальные крысы-эксперты по одним им понятным признакам производят отбор среди молодых крыс. Эксперты некоторое время наблюдают за крысиной молодежью. Затем выделяют избранника, окружают его и обнюхивают. Затем собирается сборище из ранее отобранных крыс. Крыса-избранница выбегает в середину и что-то пищит. В скобках «писки крыс» были записаны и классифицированы. Об этом в следующей главе. Затем выбегают по очереди еще две-три крысы и тоже пищат. Затем крысы поднимают хвосты. Как правило, поднимают все. Некоторые воздерживаются. За все время наблюдений было лишь два случая, когда подняло хвосты меньшинство крыс. И тогда избранница тут же была разорвана на куски и съедена. По всей вероятности, это ритуальное пожирание, так как все, собравшиеся обычно до этого, нажирались досыта. Конец цитаты. Зияющие высоты Александр Зиновьев. Владис. «А с чего вы взяли, что брошен?» Вопрос. «Вроде пытаются помощь оказывать ему». Кэтган. «А с чего вы взяли, что брошен? Вроде пытаются помощь оказывать ему». Цитата. Тема. «Я про это и спрашиваю. Какую помощь пытаются, в кавычках, оказать Сергею Мохнаткину Илья Яшин после своего заманчивого обещания? И почему так таинственно и долго молчит? Вроде, в кавычках, или действительно оказывают? Вопрос. Ждем дальнейших событий». Далее. В комментариях к блог Артемий Троицкий. Журналист. «Рок умер давно, но похороны прошли пышно». Андрей Николаев. Тема. «Милая девушка». Цитата. «Здесь немало классных групп, в кавычках. Назовите, пожалуйста. Просто хочется знать ваши предпочтения для полноты картины». Далее. «Словак. Он Ощенко». Тема. «Для вас рок в кавычках – это обычный FM-фон. Копайте глубже, если есть чем. И читайте, слушайте Артемия не в постели, а в нормальных состояниях не FM-овского оболванивания. А рок в России и правда умер. Все, кто пытается себя чистить под «старый рок», в кавычках, не более чем селигировские посиделки под сенью Кремля. «Машина времени» во главе со своим создателем на службе власти и попсолюбивой толпы. И не скрывает этого. А остальные – вопрос. Если их не видно и не слышно, значит их нет. Знаете, рок в России больше, чем просто рок. Многоточие. Если говорить о рок-музыке на Западе, то он там, если и не процветает, то живет спокойно, встроившись в общую мейнстримовскую музыкальную культуру. Это не хорошо и не плохо. Это так, как есть. Поэтому все нормальные любители арт-рока давно ушли в классику. Там есть все и все. Слушайте. Малера. Г. Малера. А. Брукнера. Р. Штрауса. О. Мессиана и других. Удачи вам. Кэтган, с чего вы решили, что рок для меня ФМ? Вопрос. Тема. Радио слушаю очень редко, но рока на общероссийских каналах там нет. Есть одна передача «рок-прицел» в кавычках и все. Но там в основном западный рок, русский, они рассматривают что-то вроде как инфекцию. В своем выступлении вы сумели обойти вслед за Троицком сборники панк-революции, которые выходят регулярно. Сборники великолепные, но для вас они не существуют. Но как можно было умолчать о коррозии металла, королей шуте, азь? Это все гениальные страницы русского рока. Егор Летов, сектор газа, Виктор Цой. Они всегда будут живы в России и как их великолепный рок. Как и их великолепный рок. Им в своей жизни пришлось преодолеть страшные препятствия, которые умеют делать в России. Цитата «Ельцинс, где мои деньги? Встать, когда с тобой говорит рабочий. Встать, сейчас тебя отправят в духовку». Конец цитаты. Паук. Цитата «Остальные, если их не видно и не слышно, значит их нет». Конец цитаты «Вы просто не желаете слушать и услышать их, русских гениев рока». Роман «Русская монархия-2010». Автор Ганова Людмила. Комментарии. Эхо Москвы. Кэт Ганн. Это Цурикова Екатерина. «С чего вы решили, что рок для меня FM? Вопрос, тема. Радио слушаю очень редко, но рока на общероссийских каналах там нет. Есть одна. Передача рок-прицел, в кавычках, и все. Но там в основном западный рок. Русские, они рассматривают что-то вроде как инфекцию. В своем выступлении вы сумели обойти вслед за троицким сборники панк-революции, которая выходит регулярно. Сборники великолепные, но для вас они не существуют. Но как можно было умолчать о коррозии металла, королей шуте, ази – это все гениальные страницы русского рока. Егор Летов, сектор газа, Виктор Цой. Они всегда будут живы в России, как и их великолепный рок. Им в своей жизни пришлось преодолеть страшные препятствия, которые умеют делать в России. Цитата «Ельцинс, где мои деньги? Встать, когда с тобой говорит рабочий. Встать, сейчас тебя отправят в духовку». Конец цитаты. Паук. А остальные, если их не видно и не слышно, значит их нет. Вы просто не желаете слушать и услышать их. Русских гениев рока. Пользователь «Запока». Далее. Имя «Запока», местонахождение, Россия, Егоревск. «Запока», а вообще, мы когда-то очень любили Артемия Троицкого в постели, тема «Пошлый бабец». Многоточие. Прежде чем в очередной раз, ничего не понимая, тупо пиариться в комментах, отредактируйте и хотя бы попытайтесь сделать читабельным свою бездарную писанину типа «Романа» в кавычках про Лимонова. И не трынги опять про оскорбления из-за угла. Многоточие. Кэтган. Опять про оскорбления из-за угла. Цитата тема. Уважаемый «Запока», ваше оскорбление – это трупные пятна на культурном лице уважаемой радиостанции «Эхо Москвы». Вам нечего сказать, не о чем спорить. Вы не хотите понимать никакой культуры. Что вы делаете на станции «Эхо»? Вопрос. Нео Аон. Особенно умиляет Арбакайте, затянутая в латекс, исполняющая гимн. Тема. Великолепное зрелище. Мадонна отдыхает. Бабло рулит. Далее. Комментарии. Виктор Огурцов. В РФ умерла, не родившись, вопрос, в скобках, рок-музыка. А рок-журналистика в РФ есть, была, вопрос, в скобках, тема. Зажгите Артемий Кивович факелок рок-журналистики в нынешней России. От его искорки глядишь и возгорится новый российский музрок, в кавычках. Если ФСБ так борется с терроризмом, то скоро, очень скоро, чтобы существовать дальше и развиваться, как организацией, она будет бороться со всеми нами. Далее. Блок. эхо.msk.ru слэш блок слэш воинодел слэш 688188 эхо-эхо. Вадим Ричкалов, журналист МК «Гуси войны», в кавычках, 16.06.2010.17.17. Комментарии. Сармовский, Водохлеб, 2010. Бойцы антитеррора, они же жители тараканьях, общак и коммуналок, привезли террористам владельцам коттеджей, в кавычках, «конституционный порядок», в кавычках, вопрос, тема. Странно, почему у террористов в самом логове. Улицы чище российских. И дороги без выбоин, мусора не видно, заборы не сломаны и решеток на окнах первых этажей нет. И окурки валяются только оставшиеся от орденоносных профессиональных героев-патриотов-интернационалистов, вопрос. Далее, опять, Сармовский, Водохлеб, 2010. Это у вас точное определение, тема. Любопытно, что дороги, мосты и порты строить в России под мирным небом и на трезвую голову бойцов антитеррора хрен заставишь. Саре Ма. Война – занятие однообразное и скучное, тема. Цитата. Война сама по себе явление отвратительное, и ничего поучительного или героического в ней нет. Растерянные люди, потерявшие веру во все, что составляло основу их жизни. Убитые и раненые, которые могли бы нормально жить до самой старости. Сумасшедшие, добавляющие гнетущие неразберихи. Уроды всех мастей, активизирующиеся в неспокойное время. Мародеры, садисты, преступники. Журналисты, которые днем дерутся за право первыми снять растерзанный труп пятилетнего ребенка, а ночью на редакционные в кавычках напиваются в опустевших отелях до скотского состояния. Комиссии всех рангов и всех ведомств – вестники глобализации, одетые в бронежилеты и каски, всегда наготове, но за 200 км – километров от ближайшей опасности. В общем, ничего такого, что могло бы заинтересовать нормального человека. Конец цитаты. Эгосум. А главное, не вполне понятно, кто с кем воюет. Борис, 1212. Эта спецоперация, в кавычках, по-моему, выполнена отвратительно. Все силы на уничтожение исходной информации – ноль. Победил страх и огромное превосходство. Еще какие плоды будут у этой победы? Вопрос. Алек Соу. Ну вы, конечно, великий спиздалист. Эти фанатики явно сдаваться не желали. И че надо было делать? Работа сделана хорошо, бандитов замочили. А вы, как спиздалист, можете теперь пойти и их высушить. Кэтган. Комментарий. Ну вы, конечно, великий спиздалист. В кавычках, тема. Наконец, самое важное во всей этой, так называемой, террористической истории, где доказательство того, что эти двое молодых людей – террористы. Вопрос. Это должен сделать только суд. Но похоже, что ФСБ становится неподсудной организацией. Завтра, уважаемый Алекс Соу, кто-то из ФСБ, решит, что террорист – это вы, и ваша жизнь здесь будет окончена. С вами даже незачем будет разговаривать. ФСБ и с единороссами, в кавычках, пробивают закон, что могут каждого, без суда и решения судьи, арестовать на 15 суток. Представляете, что с вами можно сделать за 15 суток? Вы признаетесь даже в том, что собирались взорвать, например, Америку или Кремль, или метро, да мало ли что нужно для отчета в работе. Единороссы, в кавычках, почему-то уверены, что их не арестуют на 15 суток. Но это пока они депутаты. Но в нашей жизни все быстро проходит. И вообще, как и единороссы, в кавычках, которые являются партией, могут представлять интересы народа, который, как вы понимаете, является беспартийным, значит, в нашей думе никто на самом деле не представляет народ и его интересы. Вообще, парламент должен быть беспартийной организацией. Как видите, не работают они на народ и на Россию. Еще Кэтган. В кавычках, а военный дом рушат, чтоб тот, кто в нем укрылся, погиб. Тема. Если ФСБ так борется с терроризмом, то скоро, очень скоро, чтобы существовать дальше и развиваться, как организация, она будет бороться со всеми нами. Вся эта потрясающая по интеллекту операция началась с простого доноса, что террористка Н зашла в чей-то дом в станице. Чтобы объявить человека террористом, должен быть суд над ним. Только он может назвать человека террористом. А утром уже была подогнана современная военная техника с солдатами, с гранатометами и огнеметами. Было сказано, что из дома раздавались выстрелы. И вот на глазах миллионов людей в мирное время этот дом превратили в горящие развалы. Потом зашли в дом, среди его обломков лежали двое искалеченных молодых людей, и бравый ФСБшник взял из обломков автомат, который казался детской игрушкой по сравнению со всем происшедшим здесь. Какое право они имели убить этих двух молодых людей? Вопрос. Они должны были задержать их. Это легко сделать с помощью усыпляющего газа. По-видимому, они не хотели огласки и подлинной правды о том, что здесь произошло на самом деле. Эти молодые, зверски убитые парни, наверное, много могли рассказать невыгодного для них. Кстати, террористов, в кавычках, у нас почему-то не допускают до выступления в прессе. Почему? Большими буквами. Вопрос. В Израиле это делается постоянно. У нас какая-то любопытная демократия с коммунистическими корнями. Большими буквами. Ждите, завтра придут к вам. Многоточие. Далее. эхо.msk.ru Слэш блог Слэш Светлана подчеркивания Сорокина Слэш 688231-эхо Цитата. Светлана Сорокина, журналист Каменный век. 16.06.2010, время 20.39. Цитата. Все последние дни читаю сообщения о том, что происходит в Киргизии. Не только официально информационные, но и те, что пишут в инете жители несчастного юга республики. Особенно потрясло вот это. Цитата. На нас идут автоматчики. У нас только топоры и камни. Всем удачи. Конец цитаты. Написал кто-то из осажденного узбекского района ВООШЕ в момент самых страшных столкновений. Конец цитаты. Комментарии. Сергей, 53. Уже говорят о Киргизии, как о несостоятельной стране. Тема. Почему несостоявшейся, вроде не хуже Зимбадви? ФСБшник. Цитата. На нас идут автоматчики. У нас только топоры и камни. Всем удачи. Конец цитаты. Написал кто-то из осажденного узбекского района ВООШЕ в момент самых страшных столкновений. Конец цитат. Про самое главное Света не решилась написать. Объясняю битыми словами. Несистемная оппозиция во главе с Розой Исхаковной-Отамбаевой свергает законно избранного президента с помощью кровавого путча, что и послужило толчком к началу гражданской войны в стране. Думаю, избрание Януковича, жевание галстука Саакашвили и кровавая упырица. Роза Исхаковна послужит хорошей прививкой от оранжевой заразы для других республик бывшего СССР, в том числе и России. Камрад. Вы больной. Исхаковна, по-вашему, должно означать, что она еврейка? Вопрос. Да вы тогда еще и антисемит, батенька. Молитесь же вы, я вижу, на законно избранного, в кавычках, президента, в кавычках, Бакиева, тире, мошенника, преступника и убийцу, которого народ в Киргизии ненавидел и, несмотря на десятки расстрелянных на площади, вымел из страны. Оранжевым, в кавычках, же, как раз и был Бакиев. Пришел во власть в результате цветной революции, подготовленной США. Упырь, в кавычках, был приведен во власть американцами. Не ирония ли? Вопрос. Гаврош. Оранжевым, в кавычках, же, как раз и был Бакиев, пришел во власть в результате цветной революции, подготовленной США. Упырь, в кавычках, был приведен во власть американцами. Не ирония ли? Вопрос. Тема. Тема-комментария. Оранжевый или фиолетовый он был законно избранным президентом. Ситуация там была более-менее стабильной. В Москве же эти цветы радуги были не нужны, ведь очередная цветная революция – очень дурной пример для противников ублюдочного режима Путина. Москва решила Бакиева сместить. Дала установку аферистке Атунбаевой, и там наступил конец света. Киргизы при подстрекательстве из Москвы погрязли в пучине гражданской войны, что не вышло у Путина в Грузии с блеском получилось в Киргизии. Ноготочие. Шарик. Несколько подчеркиваний. А чё все эти суки США, все там, всё там менжуются, там. У себя в Джололобаде то вопрос многоточие. Где ихняя помощь, в кавычках, сучья падала нах, вопрос. Камрад. Законно избранным был Акаев, а Бакиев со своими братьями и разными НПО, финансируемыми США, его как раз таки и свергли. Бакиев легитимен, вопрос, восклицательный знак. Все выборы, кроме первых, в скобках, в которых он участвовал в тандеме с Куловым, которого он потом кинул, в кавычках, скобки закрываются, подтасовка. Роза Исааковна, в скобках Иса, в тюркских языках, Иисус. Не менее легитимна, чем Бакиев. Если кто не знает, то она всегда была за союз с Западом и склонялась всегда не в пользу России. Сейчас же, когда США в период Бакиевых всех оппозиционеров послали нах ради своей базы в Манасе, она поняла, возможно, поняла согласно ее выступлениям, в скобках, что Россия, а не США, ближайший союзник Киргизии. Геннадий, Роза-то она ведь проститутка кремлевская Кремль и устроил ету заваруху. Нашишка, ээээ, на, на, так, Нашишка, кому, кому-то это надо, тема. Меня, как гражданина Кыргызстана, тревожит, что этот термин, в кавычках, несостоявшееся государство и, в кавычках, информационно вбросил, именно президент Медведев. Сдается, это очередная игра Кремля. Сколько было на территории Б.ССР межнациональных конфликтов? Вопрос. И до сих пор почему-то все эти страны считаются состоявшимися, а мы вдруг несостоявшиеся. Странно, многоточие, хотя нет ничего странного. Если вспомнить, что в разговоре Макс Бакиев с дядей говорил, что русские подъезжали к дяде и чего-то хотели. И этот человек от ВВП был казахом. Еще одна деталь. В самом начале разговора упоминается таджикский телефон дяди. А теперь давайте сложим факты. Среди снайперов, задержанных в Аше и Джалал Абади, были таджики, воевавшие в Таджикистане. Медведев бросил несостоявшееся государство, в кавычках, в разговоре с И.А. Каримовым. Человек, подкатывавший к Жанышу Бакиеву, был казах. И так готовится разделение Кыргызстана на юг и север между Казахстаном и Узбекистаном. И в этом активно участвует Россия. Некоторые аналитики отметили уже, что у кыргызов напрочь отсутствует интеллект самосохранения. Я предупреждаю всех, кто попытается разделить нашу страну, что чеченские террористы покажутся вам милыми детками по сравнению с тем, во что превратятся кыргызы, если нас разделят. Не будет покоя никому. Акаев и Бакиев старательно воспитывали в кыргызах мародерское настроение своим примером. А Россия пытается воспитать в нас террористов. Но вы же знаете, что лучше людей не толкать на это. Оттуда возврата нет. Гораздо разумнее и дешевле помочь кыргызам обустроить мирную жизнь. И еще один момент. Вчера знакомый моей сестры случайно стал свидетелем того, как какие-то люди пытались подкупить русских местных мужичков, чтобы начать межнациональную бучу в Бишкеке. Этот знакомый не поленился, поехал в СНБ и написал заявление. Так вот, в ближайшее время диверсанты попытаются стравить между собой русских и кыргызов. А русских у нас достаточный процент населения, чтобы сделать это масштабно. Если не получится, то стравят курдов и кыргызов. В скобках, известные события уже были в Петровке, когда курд изнасиловал четырехлетнюю русскую девочку, и кыргызы устроили погром курдских домов. В скобке закрываются. И подстрекатели это сделают, чтобы окончательно создать всему миру образ кыргызов, как зверей и нелюдей. После этого можно выводить войска и делить страну. Еще раз предупреждаю. Лучше кыргызов не трогайте. Россия, другие страны не играйте с тигром. Если кыргызы могли пойти голыми руками на автоматы, они и на метро завтра смогут пойти. Так лучше не доводить до этого. Помогите лучше найти организаторов всех погромов и сохранить страну. Кэтган комментарий Вместо вашего «каменного века» в кавычках о нем лучше сказал В. Высоцкий, о котором вы тоже «умно» в кавычках молчали в свое время на ТВ. Цитата В первобытном обществе я вижу недостатки. Просто вопиющие давят и грозят. Но только зазеваешься, глядь тебя едят. Тема Уважаемая Светлана Сорокина, вы так трогательно, культурно и своевременно отнеслись к словам в кавычках жителя несчастного юга. Цитата На нас идут автоматчики, у нас только топоры и камни. Всем удачи. Конец цитаты. У меня только один вопрос к вам. А почему тогда вас не потрясли кадры спецоперации ФСБ в станице Аджоникидзевская? Этот беспримерный по разгрому террористический акт против двух молодых людей, произошедший с помощью гранатометов и бронетехникой, потрясает так, как трудно вообще потрясти современного человека. А вы, уважаемый журналист, молчите. И тогда встает большой вопрос. Почему вопрос? Далее. echo.msk.ru slash blog slash бойнадел slash 688188-echo Но есть маленький ответ. Бесконечные ссылка была. Но есть маленький ответ. Бесконечные вызовы в ФСБ и беседы о том, что ФСБ критиковать не следует. И если они сказали, что эти двое погибших молодых людей террористы, то сомневаться в этом не следует. И уж, конечно, очень глупо ставить вопрос, что только суд должен решить, террористы ли они на самом деле. Очень странно, что премьер-министр Путин, бывший начальником этой славной организации, а теперь второй раз премьер-министром, так и не наладил законную работу, большими буквами, законную работу этой организации. А теперь она изо всех сил пытается стать вне всякого закона. И такие смышленые журналисты, вроде Светланы Сорокиной, обходят эту тему стороной. А вся наша свободолюбивая позиция делает вид, что этого вообще не замечает. Далее. Блок. эхо.msk.ru слэшблок слэшварламов подчеркивание и слэш 688365-эхо. Цитата. Илья Варламов, фотограф, 31 мая, не забудем, не простим. 17.06.2010, время 11.12. Цитата. Оппозиция впервые более чем за год смогла провести согласованную с властями акцию на Триумфальной площади. Конец цитаты. Комментарии. НП. Митинг, на который собралось около 300 человек. Тема. Вот тут и зарыта собака. В кавычках. Так что ВВП может в кавычках спать спокойно. Сам 0.1. Ссылка на ленту.ру. По оценке Пономарева на митинг собрались около 500 человек. Корреспондент Интерфакса в кавычках в 19.00 сообщал о 200 участниках. Представитель УВД ЦАУ Москвы заявил, что на Триумфальной присутствовали около 200 человек, примерно половину из которых составляли журналисты. Натан 10. Цитата. Митинг, на который собралось около 300 человек, прошел без серьезных эксцессов. Цитата. Тема. Давно пора без эксцессов. Олд Бой 16. Избили девушку настоящие либералы. Калидр. Ха. Тема. Фигня. Собрались маргиналы. Около 300 человек. На большее денег не хватило. Деньги наверное ушли на книжку Немцова. На эхи про этот позор вообще помалкивают. Гал Кайнд. Чистый и нечистый значит вопрос тема. Девчонку побили за то, что осмелилась приблизиться и сказать что-то неприятное вопрос. Ясно какое светлое будущее у вас в проекте. Ну ребята а чего же теперь вы получите в ответ вопрос. А чего же теперь вы получите в ответ? Вас таких воняющих из подворотен всего-то 4000. Так кажется Милов вас пересчитал во всей грызущейся загранаты солидарности в кавычках загранты солидарности. Ну и где ваши трусливые вожди в кавычках вопрос. Их то почему нет на снимках вопрос. За веревочкой ограждения стояли мимо проходили вопрос. Вы никто и звать вас никак. Нет денег нет взрывов нет демонстрации ничего нет. Чем вы отличаетесь от боевиков вопрос. Те же деньги те же повадки только потрусливей. Кэтган ждем сообщения какого адвоката наймут на собранные 100 тысяч рублей на митинги. Ждем отчета Яшина о деятельности нанятого адвоката по делу Сергея Мохнаткина. Очень бы хотелось чтобы получилось. Многоточие. Натан 10 Митинг на который собралось около 300 человек прошел без серьезных эксцессов. Цитата тема давно пора без эксцессов. Кэтган Как могут молодые люди избивать девушку которая заступилась за парня? Вопрос. Отсутствие господина Лимонова на митинге это разве не эксцесс? Вопрос. Скорее всего он ничего не хочет делать законным путем. Нам это давно следует наверное понять. В комментариях к блог Илья Яшин политик трое на одного. Алекс Омск Все так надеются кому-то понравится? Вопрос. Тема. Но есть у него Лексус. Ну а почему он должен делиться им? Вопрос. Мало ли что у кого есть? Или это женская позиция? Вопрос. Омске тихо и плохо. Как и в России. Так как мало Яшек а много Володик с Димками. Ну а я хочу нравиться всем но знаю что так не бывает. Хэтган Нет я вполне демократична в этом вопросе. На Лексус господина Яшина не претендую как и на него самого. А вот в вопросе юридической поддержки им и его солидарностью в кавычках Сергея Мохнаткина я за. Но больше никто из оппозиции его в этом вопросе не поддержал. Там одни слова и никаких дел. В комментариях к блог Светлана Сорокина журналист Каменный век. Алекс Абез Пожалейте Сорокину Профессия Ферботтен Нихт Шистен Путин Капут Кэтган Тема Ферботтен Нихт Шистен Кавычках Это выдаёт интернет Google по запросу. В комментариях блог Илья Варламов Фотограф 31 мая Не забудем Не простим. ААГ Тема Кэтган Очень бы хотелось чтобы получилось Вы иронизируете или всерьёз про отчёты Яшина для вас Кэтган Вы иронизируете или всерьёз в кавычках Это важно прежде всего для него самого как личности и политика. Галкайн Насчёт 100 тысяч свистят Это просто типовая отмывка тайно переправленной налички Как у Мананы Асламазян Посмотрите на коробушку для сбора Практически одни сотенные одинокие даже вдвое не сложены Всего ничего против заявленной суммы Кэтган Всего ничего против заявленной суммы в кавычках Давайте подождём дальнейшего развития событий Виктория Б Странные у вас выводы однако Кэтган Странные у вас выводы однако в кавычках Обоснуйте в чём они странные и почему В комментариях к блок Артемий Троицкий журналист Рок умер давно но похороны прошли пышно Рамзес Вот чего нашёл ВКонтакте Тема Копался ВКонтакте и набрёл на это ВКонтакте точка ру слэш аудио точка PHP Выяснил что пацанам насрали как могли в каждой студии где они пытались записаться теперь пробуют сами в комментариях блог Илья Варламов фотограф 31 мая не забудем не простим имя Андрей Гурьев местонахождение Россия Энгельс Румата 2009 люди подвинутые на политики тема не различают пола для них или друг или враг они очень хотели провокаций а их не было поэтому они и выплеснули напряжение ожидания на первых подвернувшихся при малейшем поводе а попасть под толпу в кавычках страшная штука один раз сам убедился имя Анатолий Николаевич местонахождение Россия Петербург Натан 10 Кэт Ган тема Лимонову уже примерно 69 лет оставьте старика в покое как могут молодые люди избивать девушку которая заступилась за парня цитата избивать женщин нехорошо только потому что женщины слабее мужчин как правило я всегда презираю таких мужчин я за всю жизнь не ударил ни одной женщины хотя бы занимался боксом правда когда в молодости мы играли в снежки я нечаянно попал девочке прямо в глаз она заплакала а я переживаю об этом уже 55 лет главное я не попросил прощения у нее не принято было просить прощения у девчонок в скобках мне стыдно до сих пор тэдган а вы поинтересуйтесь какие были убеждения у этого парня когда собирается на митинг прогрессивная демократическая общественность патриотам и государственникам лучше держаться от них подальше тэдган патриотам и государственникам лучше держаться от них подальше в кавычках цитата выходит от власти они ничем не отличаются им нельзя возразить в дискуссии может родиться истина все могут ошибаться и те и другие а почему бы не выслушать противоположную точку зрения и не возразить ей в споре тоже можно победить а вот сразу бить это не цивилизованно в комментариях блог Артемий Троицкий журналист Рок умер давно но похороны прошли пышно Ди Стефанов Стефанан 5 нет ярких личностей как Виктор Цой например ну кого с ним можно сравнить сейчас вопрос коммерция хотя технический уровень музыкантов безусловно вырос про постель особенно понравилось а сколько же вам тогда лет вопрос 40-50 вопрос а по фото не скажешь Кэтган про постель особенно понравилось в кавычках Троицкого в постели на ТВ с дамами из Бомонда видела совсем маленькой смотрела в основном мама и делала замечания по ходу разговора и часто смеялась в скобках я считаю что сейчас Артемий зря покинул свой пост в постели он был единственный мужчина который мог красиво говорить в ней цитата пластмассовый мир победил кирпич оказался сильней последний кораблик остыл последний фонарик устал а в горле сипят комья воспоминаний моя оборона траурный мячик незрячего мира моя оборона солнечный зайчик стеклянного глаза цитата Егор Летов в комментариях блок Светлана Сорокина журналист Каменный век имя Андрей местонахождение Украина Донецк Левас 555 Тема Кэтган Россия официально не имеет права вмешиваться но возможны варианты когда можно нанять жутких головорезов формально не имеющим к нам никакого отношения РФ просто обязана так поступить иначе пророссийские силы в пространстве бывшего СНГ будут просто бояться поддерживать РФ Кэтган есть официальные законы которые не могут полностью регламентировать всю нашу жизнь а есть еще человеческие законы общества помочь это еще не значит убивать в комментариях блог Илья Яшин политик что не так в консерватории ФСБ Карапуз тема увольте что за отвратительная манера у быдла пустым многословием и обилием ничего не значащих цитат пытаться подменить истину и скрыть свою беспомощность быдло в кавычках вы постоянно говорите о быдле в кавычках кого вы имеете в виду вопрос если вас раскрутить сильно в кресле перед компьютером а потом дать прочитать вам ваш собственный комментарий то вы вряд ли поймете о чем он или поймете вопрос если вы еще раз перечитаете свои строчки то поймете многоточие в комментариях блок артемий троицкий журналист рок умер давно но похороны прошли пышно имя аршар ильдар масутович местонахождение россия москва ильдар я вроде думал всегда что панк это не рок тема панк это чистый протест к музыке никакого отношения не имеющий хэтган панк это чистый протест к музыке никакого отношения не имеющий цитата цитата а вы слышали про панк рок вопрос релизку чтобы не впасть в немилость в кавычках тема очень интересно узнать кому боится впасть в немилость троицкий вопрос кэтган а вы к кому вопрос в комментариях к блок Ирина Хакамада писатель общественный деятель телеведущая шепот поэта бео джей устно не перескажешь стихи увы тема да вы уж не пересказывайте просто объясните смысл так как я действительно ничего не понял ну своими словами донесите так сказать идею интересно же интересно же ведь с уважением Евгений и Лилия кэтган краткий экскурс в поэзию если вы так заинтересовались поэзией то начните с Пушкина у него много гармонии и простоты и дальше вперед по классике Есенин тоже прозрачен и чист по мысли Маяковский хотел чтобы его понимали все и похоже добился этого Осип Мандельштам привлекала уже игра слов и он не претендовал всякий раз на смысл хотя он конечно имелся Бродский поскольку был диссидентом был сложен хотя и лауряд Нобелевской премии но я очень не люблю Лимонова поэта хотя и пересказывать нечего и так все понятно цитата Пушкин Кукушкин многоточие Пушкин помер туда ему и дорога поэтов еще много конец цитаты но думаю что имел в виду он только себя Биа Джей А как вы картинку вставили вопрос Кэтган Как вы картинку вставили в кавычках пробовала пробовала и получилось Многоточие Люблю сидеть у компьютера В комментариях к блог Илья Варламов Фотограф 31 мая Не забудем Не простим Натан 10 Тема Екатерина Вы читали Горького Мать в кавычках вопрос Раньше женщины не ходили на демонстрации Мужчины берегли женщин И вам советую Берегите себя Среди ОМОНовцев милиционеров много людей с больной психикой Некоторые воевали в Чечне Пусть ходит на демонстрации старушка Алексеева Ей уже нечего терять Это мужчин украшают шрамы Цитата Шрам на роже для мужчин всего дороже Конец цитаты А вам надо быть красивой женственной Чтобы муж вас любил Только тогда у вас будет много красивых детей Далее Блог эхо.msk.ru Слэш Блог Слэш Худсол Слэш 688 796 Тире Эхо Цитата Анна Гудсол Лидер женского движения Фэмин Сискобарометр Демократии 18.06.2010 Время 17.42 Еще цитата Еще одна активистка Фэмин показала грудь В кавычках против Общественность взволновалась Статьи в газетах Репортажи на ТВ Активизируются комментаторы на блогах Кипит процесс Есть тема Есть красота и эротика Есть о чем поговорить и над чем подумать Но пока вот уже сто дней как свободу слова и волеизъявления единственный пряник который достался Украине после оранжевых в кавычках хотят у нас отобрать Конец цитаты Продолжение следует...